Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Хотел бы опять поблагодарить руководство библиотеки и фонд Михаила Кокрова за представленную возможность. Сегодняшний наш вебинар мы посвятим опять же прямому маркетингу, другое, ну фактически не знаю, не хочу знать. Как я обещал на предыдущем занятии, мы посвятим вот этому манимайкингу идеальными прибыльным действиям. Ну вот такие моменты рассмотрим. Иллюзия, когда мы что-то делаем, да, думаем мы что-то делаем действительно. Что такое эти действия, какие они правильные, какие идеальные. Ну вот эту связку, критерии и как делать вот тот самый идеал, да, максимум при минимуме. Эбон Паган, знаете такой, кто такой? Дэвид Д'Анджело. Ну он занимался, девушки извините, таким видом неблагозвучной деятельности, как пикап. Да, а в России он известен как Эбон Паган, миллионер. Так вот на одном из своих воршобов он заявил, что всего один или максимум 3% действий, которые мы совершаем, они действительно истинные. Остальные это все рутинно, можно так сказать, и никакой пользы они не дают. Вот смотрите, 97% наших действий, они как-то к деньгам не приводят. Но взять вот тех же китайцев, у них идеология, главный труд, правильно? Правильно. Вот Гуанчжоу раньше, 20 лет назад у нас были дороги пыльные, правильно, грунтовые. А сейчас, представляете, что такое Гуанчжоу, 20 лет прошло. Это стремление китайцев трудиться и трудиться. Ну как завещал Великий Ленин нам в свое время. Средняя заработная плата сейчас в Китае 3000 юаней, но наши деньги где-то 24-27 тысяч рублей. Я спрашиваю этого молодого человека квартиру. Он говорит, да, мне нужно, вот, я говорю, сколько надо, миллион долларов хватит, он говорит, это только квартира. И мы пересчитали его годовую зарплату, ту квартиру в Пекине, которую он хочет купить, получается 138 лет. Вот если он пойдет и будет работать за сучих рукава, ему не хватит жизни, даже двух жизней не хватит, чтобы купить квартиру, правильно? Почему так происходит? Почему нам не заработать тот самый вожделенный миллион долларов? Почему? Ну, практически каждый из нас, и я в том числе, думаем о чем-то, думаем о прекрасном, почему это у нас не случается. Чтобы избавиться от чувства вины, мы начинаем больше трудиться, раньше вставать, больше брать работу на себя. Ну, эффекта, как правило, не бывает. Ну, зачем вы сюда пришли? Из-за чувства вины или для чего? Любопытство. Ну, любопытство, правильно, уложит вас, да? А чувства вины нет? Нет. Перед самим собой нет? Да. Странно. У меня есть. Если я глубже коплю, то, конечно, пришли-то узнать все-то. Ну, если бы не надо, то не пришли же бы. Чувство вины же есть. Ну, да. Что что-то не так в жизни происходит. Получается, да? Нереализованность. Нереализованность, так же. Ну, вот, кризис сорокалетник у меня, то же самое идет. Чего-то не достиг в этой жизни. Ну, по сравнению со своими одноклассниками Столуна, я, естественно, достиг колоссальных высоток, по сравнению с ними. А зачем тогда вы сюда пришли? Ну, вот тоже из-за чувства вины. Получается, проповедь полезна для священника, поэтому мы как бы с вами в одной лодке плывем. Как вы сказали, проповедь? Полезна для священника. Всегда проповедь полезнее, прежде всего, для священника, а не для верующих. Как Ромов у нас делал состояние, знаете? Ну, смотрите, множество информации в журналах о нем написано. В 18-летнем возрасте он, будучи служа в армии, придумал такую схему, как продавать бензин офицерам. Вот понимаете, солдаты сливают бензин с армейских машин и продают офицерам. Напрямую они продать не могут. То ли стесняются, то ли договориться не могут. А он договаривался. Будучи солдатом, он договорился с солдатами, а потом договорился с офицерами. Офицеры за это ему давали не деньги, а давали там сгущенку, тушенку, какие-то сладости, сало давали. А он этим делился с солдатами, которые были у него в заводе. Жилось замечательно. Все были довольны. Он делился не безвозмездно? Нет, он безвозмездно делился. Просто он с ними служил и говорит, давайте, ребята, замынем такую тему. Будем сливать бензин с машин, с армейских, и продавать офицерам, которые в этой же части. Как бы офицерам, ну вот как-то не очень, да. Офицера денег нет, но у него есть доступ к складу, есть сгущенка. Вот такой вопрос. Следующий момент был. Идеальное действие? Правильно? Хорошее идеальное действие. Следующий момент. Нужно было вырубить просипу в лесу. Он отпросился в увольнении, сходил в деревню, договорился с мужиками. И они за свой счет вырубили эту просипу под лыбку. Еще поставили солдатам на чай, так скажем. Да, на рюмку чая. Идеальное действие? Они лес забрали на дрова, да. А солдатам не пришлось рубить лес. Им еще и заплатили за это. Представьте, да, Ромка Абрамович какой-то. Молодец. Молодец. Следующий момент, да. Чтобы тебя Генеральная прокуратура России не накрыла за спекулятивные операции в особо крупных масштабах, нужно с кем дружбанировать? Нет, выше надо брать. Понимаете, вот проблема не решается на том уровне, на котором возникло. Если тебя присутствует Генеральный прокурор, значит ты дружбанишь. Ну, абсолютно верно. С внучкой Бориса Николаевича Ильцина. Дариша и Мерседеса. Таким образом, он покупает компанию Сибнефть. Это в докторской диссертации описано. Я думаю, верить стоит в докторскую диссертацию. Пожалуйста, на сайте. Про олигархические моменты экономические. Покупает Сибнефть за 117 миллионов долларов, Сибнефть компания, а продает ее потом на аукционе Газпрому за 13,2 миллиарда долларов. То есть 13 миллиарда просто прыгнули в карман. У него были идеальные действия. Он не открывал ларек. Интернет-магазин на Авито там не выставлялся. Видите как? У нас на 10-м этаже висит такой баннер. Не тяжкий труд, а мысль и ход определяет твой доход. Вот и все. Смотрите, как олигарх. По-разному можно относиться к Мишке Прохорову, к Вовке Потанину и Владимиру Ильсину. Правильно? Но это идеальные действия. То есть математически, буквально просчитанные действия, это вот и есть тот самый, о чем мы говорим. Бизнесменам что нужно? Нужно план конкретных действий. Слово конкретных. Это самое главное слово. В лихие 90-е принято говорить конкретно. То есть что конкретно? Не теории маркетинга, а что конкретно нужно сделать. Вот это и есть план. Не тот, который студенты пишут, бизнес-план. Совсем другой. План также не должен отдавать абстрактности. Вот смотрите. Сделать свой сайт из одностраничника. Зачем его сделать? Смысла его никакого нет. А смысл в чем? То есть найти площадку, да, с 10% конверсии. Вам сайт не нужен. Вам нужно, чтобы из 10 посетителей, из, ну, 10-1 как-то вот проявил активность. Правильно? Это же нужно. Но сайт никому не нужен. Ну, фактически так. Это просто инструмент. Запустить директ может сейчас любой из вас. А вот получать по 100 кликов в день. Это только директ или нет? Правильный директ. Ну, не только директ, понимаете? Потому что вот у нас студенты запускают и Google КСН, да, там, заявка в 2-3 раза дешевле получается. Но тоже с заявки, конечно. Дизерную сеть можно запустить? Тоже заявки будут. Оффлайн? Тоже заявки. Заявки. Нам нужны заявки. Не директ запускать. Вот действия маленько по-разному идут. Идеальные действия, ну, классика эффективности, да, чтобы минимум, максимум на минимум был. Не знаю, не всегда получается. Но это, смотрите, как двигатель. Раньше был паровой двигатель, сколько было КПД у него? Максимум 4%. Да, сейчас у двигателей внутреннего сгорания с турбонадувом, там, с интеркулером, КПД у дизелей доходит до 45%. Просто сейчас в современном мире появляется все больше и больше маркетинговых инструментов, у которых коэффициент полезного действия все выше, 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 выше. Ну, вот взять, например, Facebook, дает нам гигантские возможности для таргетирования, ну, вплоть до слова, которое человек когда-то владеет, вплоть до его номера телефона. Это у нас бывший преподаватель нашей кафедры, Турина Анатольевна, разместила ВКонтакте, то есть забила всех своих преподавателей или сотрудников, или там знакомых, родственников и так далее. И сделала ретаргетинг по номеру телефона. Я кликнул. Понимаете, ее фотография, правильно? И она говорит, да, откликнись. Ну, чтобы в группу не вписались. Вписался? Легко. Вот таким образом она получила подписчиков в группу. Мне понравилось, просто я так прямо в шоке был. Как это? Она мне показывает, откуда она узнала, что я вот так. По номеру телефона. Правила. Какие правила о манимейкинговых действиях? Ну, во-первых, то, что вы уже делали и точно знаете, что будет результат. Мы обсуждали этот момент на таком же вроде как семинаре. Девушка занимается скрафтбукингом. Ну, полная херь, да? Правильно? Ну, если честно сказать. Хлопить. Хрень. Вот хери, хрень вот в одном лице. Как она получает клиентов? Она сделала, естественно, все соцсети, везде куча всевозможных пабликов и групп и так далее, и так далее. Но клиенты не оттуда. Клиенты от обычной рассылки физической по почтовым ящикам новостройкам Битарова и Кличова. Новость обстроена, новый город. Я говорю, ничего больше делать не надо. Просто ты идешь и обходишь еще раз эти же новостройки. И еще раз эти же новостройки. Это идеальное действие. У нее результат, понимаете? У нее квартира с этого получилась. С это хей, скрафтбукинг. У нее квартиру купили. Новостройки? Ну, я не знаю, новостройки или нет, но вот у нее хороший доход. Именно от того, что у нее студия, от того, что делает ей открыточки, поздравительные и так далее, и так далее. И продает, и не получилось. Вот для нее вот это идеальное действие. То есть она уже делала это, она знает, что это работает. Ну, понимаете, она разнесла, у нее раз клиенты пошли. Но не просто же они пошли. Как раз оттуда, где вот она разносила эти листовочки по почтовому ящику. Опять разнесет, опять клиенты, опять, опять клиенты идут. То есть надо просто было повторить. Не надо Яндекс.Директ заказывать и так далее. Следующий момент. Ну, вы умеете это делать хотя бы на 3 с плюсом. Особенно меня поражают люди, которые пишут объявления на Авито. Там 4 тысячи знаков, они там пишут, ну, максимум 50 знаков. Вот продается вот такая вот все. Больше ничего не описано. То есть не владеют там прямой копирайтингом, никак. Не подстраиваются к аудитории, не расписывают буллетами, там, триггерами, выгодой и так далее, и так далее. Ну, то есть даже на ноль не могут делать. Особенно мне запомнился наш студент в многих странах. Коттедж продавал стоимость 16 миллионов. Вот здесь вот. Ну, выше вокзала. ВТИ оценила его в 30 миллионов. Представьте, в 30 миллионов оценено коттедж с участком, а он продает за 16. Текст просто был ужасный. Просто перечисление. Туалетом столько-то, ванном столько-то, такая-то плитка, все, больше ничего. Нет ссылок на специальный сайт, ни видео, ну, ничего не было сделано. Даже он турбопродажу как надо не сделал. Вот я не понимаю. Не понимаю, да? Ну, я вот в дальнейшем там не знаю, какая судьба. Ну, или вот мы сегодня на кафедре разговаривали. Женщина продавала яхту, обошлась на 34 миллиона рублей, стала продавать за 29. Ну, понятно, у нас кризис и так далее. Кризис же в стране. Также, ну, в Иркутске денег вроде как вообще нет. В итоге, ее знакомый купил эту яхту за 6 миллионов. За 6 миллионов. Ну, новенькая яхта, там полгода все катались по Байкалу и так далее, и так далее. Вот какие бы ее идеальные действия были. Как вы думаете? Можно было отвезти ее? Ну, конечно, конечно. Купить трал, нанять, увезти миллион, заплатить, чтобы реклама на Авито была по этому целевому слову. Купить яхту и так далее. Правильно? Отдать еще. То, что парню можно было отдать 1 миллион и просто те, кто может купить, должны знать, что этот коттедж продается. Можно же было? Можно. И не продавать его в 2 раза ниже, чем по ценочной стоимости БТИ. А это, понимаете, во сколько раз ниже продавать. Вообще, да, смешно. То есть люди экономят деньги на продажу товара. Ну, вроде, понимаете, если человек может купить яхту за 34 миллиона, ну, вроде он должен знать, что вот как-то есть коммерческие расходы на продажу. Ладно, уборщица она не знает. Может, от мужа досталась. Ну, от мужа ее так и есть. От мужа досталась, он умер. А тогда она не умеет. А, ну, тогда... То есть 6 миллионов уже подарок. В течение часа. Ну, что вы можете сделать в течение часа в вашем бизнесе? Ну, прямо сейчас, в течение часа. Вот час пройдет, да, вы пришли домой, все, у вас есть свободное время, один час вы сели и не слазите со стула. Вообще. Пускай у вас там компьютер или листочек бумаги или что-то. Вот вы делаете вот в течение этого часа что-то. Телефон у вас. Что вы можете сделать? Найти заявки от заказчика. Найти заявки просто, то есть сели и нашли заявки. Правильно? Ну, да. Это я про госзакупки. Госзакупки? Да. Ну, все правильно. Вот, просто сели и ищите. Все. То есть это прибыльное действие. Прибыльное. Кто-то вот, вот вы турфирмой занимаетесь, да, можете написать книгу, как обманывают иркутские турфирмы, москвичей, да, при отдыхе на Байкале. Ну, название более удовольствоваваемое надо. Можно? Ну, за час-то делать. Ну, взяли на копипасте или с интернета, можно? Можно. Обернули эти слова, предложения, падежи поменяли и так далее. Будет книга? Можно. Легко пойдет на нее трафик москвичей. Правильно? Вот вам массовый туризм на Байкале. Правильно? На вас заведен. Книги эти, там, плюс-плюс миллион бонусов еще. О том, как классно у нас на Байкале, как ваша фирма работает с там, с 1900 и так далее будет. Правильно же? То есть, это быстро, в течение часа. Чтобы трафик запустить, тоже не нужно много на Авито. Турбопродажа книги, там, копейки стоят. Так же пойдет трафик. Яндекс.Директ отлично индексирует Авито. Просто великолепно. Какие еще действия? У вас какие вот действия? Ну, в течение часа вы сейчас делаете, вот придете и сделаете, оно прямо повлияет на деньги. Вы это умеете делать, вы это делали. Вы это делаете на 3 с плюсом и выше. Ну, просто вот, раз и все. Объявление разъяснилось. А перерастить объявление, то есть, прийти и пришли, попостили объявление на Авито. Правильно? Можно уже? Вот, мы производим кедровое масло, да? Я просто на Авито закидываю. Вот смотрите. Ну, а, ну, ну да. Если умеете это делать. А, там что делать-то? Объявление разместить? Ну, возьмите какого-нибудь 10-летнего мальчика, он его разместит. Вы же говорите, что заставить. Да, если неправильное объявление, то в 2 раза 6. Вот смотрите, кедровое масло не одни вы продаете. Значит, оно пользуется популярным. Популярность. То есть, это не семипальцевые перчатки, которые никому не нужны. Они кому-то нужны. Правильно? Ну, наверное, в Сибири кедровое масло, наверное, не нужно. Наверное, берут. Берут. Ну, вот, наверное, есть какие-то другие, более богатые регионы. Например, город Дураков, Москва. 25 миллионов. Где кассирша получает полтинник. Ну, наверное, вот для нее, вот наша кассирша в сладе, если все вычесть штрафы, получает 11. Хотя им говорят 17 будете, да? 11 получает. А так, 5 раз больше. Вот ей, наверное, проще купить это масло? Безусловно. Безусловно, да. Вы можете сейчас написать книжку, да, электронную, разместить ее на Авито, в турбопродаже. Правильно? Она будет висеть там, вот, в Москве на первом месте. И будут люди скачивать и узнавать, что есть такое кедровое масло, а там все твои контакты ставят. И вот, значит, публику написать? Электронную книжку. А польза этого масла? Сколько страниц там надо? А сколько вам хочется хоть 200, хоть 1000 напишите? Вы же знаете об этом масле, наверное, все. Правильно? И фотография у вас миллион, как вы его производите, где оно растет, и почему нужно такое собирать, и почему такое. То есть статус эксперта, свою фотографию. Пожалуйста. Можно же? И видео, и видео. У вас все есть. У вас все, все материалы есть, но только вы не сделали это на Авито. На Авито, на неделю. Вот представьте, какой трафик в Москве будет у вас. Колоссальный. Все интернет-магазины ориентированы на Москву. Все. Если у вас нет интернет-магазина, то есть есть интернет-магазин, ориентирован на Москву, но вы фактически вне бизнеса. Потому что там 25 миллионов платежеспособного населения. Служб доставки просто невероятное количество. Вот у вас продажи пошли. Вам просто сделать книгу, не просто купить масло, а просто люди прочитают, что вот действительно это масло, оно имеет колоссальную пользу и так далее, и так далее. Быстро это сделать? В течение часа вы сделаете? Ну, три странички книги получится. Ну, три сделайте странички. Ну, потом сделайте 300 страничек. У меня пару видео есть. Ну, пару видео, ссылку на YouTube, на видео сделать. Ну, долго ли это залить? Быстро же. Это будет идеальное действие. Ну, представьте, на ваш... Вот вашу книгу в три странички прочитают, например... Ну, вот так я думаю, если в Иркутске я даю турбопродажу, у меня получается где-то 600 просмотров. Что значит турбопродаж? Ну, то есть, на Абита, она вот, ну, супер стоит ваше объявление. Оно на первом месте, она стоит справа. Ну, максимум кликов получается. 20 раз больше. Ну, действительно, не врут, так и есть. Есть там скидка у них. Бывает турбопродажа, там, что-то процентов 30 стоит от обычной цены. Бывает такое. Вот смотрите, к вам за неделю, вот, скачает про кедровое масло из Москвы 6 тысяч человек. 6 тысяч. Прочитают это. Это много? Конечно. Колоссальное количество? Ну, для меня. Отобьется реклама там 500 рублей? Ну, пока читают-то не отобьут. Более чем. Надо еще доставить. Да, это верно. Ну, наверное, этот вопрос технически решаемый, правильно? И вообще не о чем, да? Изготовить и доставить это вообще? Вообще не о чем. Вот из 6 тысяч, вот сколько, как вы думаете, купят у вас? Если даже 6, то купят уже хорошо. Вот, представьте, 6, то есть это сколько? 0 целых по проценту, посчитайте. Да? 1 сотая процента. Это нереально просто 1 сотая. Такого не бывает. Бывает так где-то, вот человек зашел, посмотрел, где-то 5 процентов. 5 процентов всегда. Ну, 2 процента. 6 тысяч на 2, это 120 человек. Вот это идеальное действие. Еще какое действие? Ну, какое бы его действие еще сделать? Правильно, быстро сделать? Мгновенно? Ну, какое-то действие, допустим, связать еще с каким-то там, с спортивным результатом, и что это принесло при помощи... Пожалуйста, да, кедровое масло для спортсменов, так и есть, так можно связать. Можно это связать. Можно не только вот на Авито взять, но все крупные города взять, пожалуйста. Там-то, там-то, там-то. То есть вы, вот все сливки с крупных городов по кедровому маслу, которые есть там, вы срезцы бежите. Пожалуйста, у вас будет колоссальное количество продаж. Огромное. Еще какое действие? У кого производство есть? Можно снизить затраты быстро? Ну, в принципе, можно, допустим, если... Ну, а, например, если кто-то печатает, допустим, на пленке печатал, когда... Вот, допустим, если производство только открылось, первую, первую партию сделали... Дайте микрофон. Это, допустим, производство только... Угу. Не сутрили. Почему? Да, да. Нет, с... А там кнопка на самом микрофоне подходит. Салон, вроде, включен. Ну, получается, первую партию пленок печатали, допустим, ну, по какому-то эскизу. У пленки печатаются, остается излишек, например. Вот, то есть они, ну, например, за час можно посмотреть, что этот излишек, допустим, там, 57 сантиметров, 60 сантиметров остается лишнего. На эти 60 сантиметров можно сделать еще один образец. То есть увеличить, допустим, тем самым, ну, уменьшить количество материала и увеличить количество готового продукта. Себестоимость во сколько упадет раз? Ну, там... Ну, оно упадет, ну, сложно посчитать. Ну, хотя в полтора раза упадет. Ну, упадет. Ну, вот, вот, ваша прибыль сразу прыгает, и все, в производственной сфере это легко. То есть масса, там, примеров, и триза, и так далее. Еще? Ну, вот у вас, молодой человек. Вот. Нет. Да? Ну, что вы сделаете? Бизнес. Ну, быстро сделаете, вот прямо придете за час, сделаете, и все, и деньги будут. Вот это и есть идеальное действие. Ну, вот, например, вам стоит открыть бизнес какой-нибудь? Ну, конечно, стоит. Стоит, да? Просто вы берете, открываете Авито, смотрите, что там продается, смотрите статистику посещений на этот сайт, берете эту же фотографию, ставите в Иркутске, если из 200 просмотров у вас будет один звонок, товар пошел, все. То есть просто протестить товар легко. Так вот, сначала продаем, потом производим мгновенно. Берем какой-нибудь товар, да, с Алиэкспресс, ну, вот, который вам нравится, который вам хочется, и смотрим, есть ли на него спрос. Самый простой, это Авито, это фактически бесплатно, чуть подороже стоит Яндекс.Директ. RCA, естественно, клик выставляем там 3,5-4 рубля, чтобы картинка показывалась, и смотрим, и все, больше ничего. Есть звонки, нет звонков, 300 рублей готовы, вы протестировали. Быстро? Быстро? Так, ну, масса, мы потом рассмотрим этих способов, то есть главное, чтобы вы сделали это быстро, чтобы это не тянулось, там, год, например, открыть сайт, запустить на него трафик и так далее. Может, никому это не нужно, да, и ничего из этого не получится. Вот эти действия мы совершаем, они как раз и дадут дальнейшие действия, дальнейшие, правильно? Ну, вот давайте посмотрим, да, на примере обычных таких бизнесов, да, не щепетильных. Ну, вот мне девушка звонила, да, говорит, работаем в новом рекламоагентстве, вот такие-то у нас услуги, я работал маркетологом. Ну, на некоторые услуги мы согласились. То есть она ничего, не давала рекламу, не обзванивала, не обходила, она просто свои контакты активизировала, да, Константина, говорю, да, я вот Елена, так-то, помните, помню, да, вот в таком-то агентстве, ну, и так далее, с ней поговорили, да, говорю, давайте, приходите. 5 тысяч рублей она заработала. Ну, фактически, очень быстро. Декомпозиция, это считаем, получается, с конца, ну, например, 1 миллион, сколько нужно продаж, так, какая у нас маржа, правильно? Быстро? Просто с конца, вот вам по кедровому маслу сколько нужно сделать продаж, чтобы миллион получилось. Ну, выручки, например. Миллион, миллион, да, чтобы делать миллион в этом месяце, год за февраль. Ну, миллион разделим на 200, 2500, сколько будет? 400. 400 литров. 400 литров, да, продать надо? Да. То есть, грубо говоря, вам нужно сколько? Ну, тысячу человек, чтобы купила масло, да? Ну, да. Тысячу человек. С Москвы можно взять 25 миллионов тысяч человек? Я думаю, им больше можно взять. Можно, ну, вот реально, нам надо тысячу человек. Чтобы потратить тысячу человек, нужно, чтобы вот на ваше объявление увидели, или вашу книжку прочитали, которую вы напишете, вот сколько человек, правильно? Вы примерно так прикидываете? Раз, раз прикинули проценты. Столько? Один из ста там закажут у вас, или сколько? Один из тысячи. Ну, допустим, один из ста. Один из ста. Ну, и все умножаем, 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 и получается, нам нужно, чтобы наше объявление посмотрели, вот столько-то человек. Вот ответ. Вот и ответ, правильно. Быстро же. Смотрим, сколько стоит это объявление, прикидываем затраты. То есть, хотя бы гипотезу составить, что мне для того, чтобы сделать миллион рублей выручки на кедровом масле, нужно вот столько-то людей, чтобы прочитали мою книгу. Как я могу это сделать? Ну, кроме Авито же, и существуют еще всякие книжные магазины, интернет-магазины, правильно? И вы будете книгу продавать, условно говоря, за 5 рублей. Ну, или за рубль. Назвать вкусное название, что вот она избавляет, например, кедровое масло, избавляет от рака. Есть такое? Ну, конечно, оно. Да, ну, то есть, это природные, природные, вот это вот вещество и так далее. То есть, ну, люди попробуют, правильно? Много людей заботятся о здоровье. Есть клубы, так называемые, ну, какое питание? Вот, сыроеды-то, как они называются? Вот эти, да? То есть, а, вегетарианцы, они потребляют кедровое масло? Да, в больших количествах. В больших количествах, правильно? Вот вы связались с этими клубами, правильно? И, ну, в интернете же невероятное количество. Всяких там пабликов ВКонтакте, ВИНСТИ, там, и так далее, и так далее. То есть, как можно больше распространять свой контент. То есть, у вас, например, за месяц увидело вашу книгу 1 миллион человек. Правильно? Можно же такое сделать? Ну, я пока таких цифров нет. Ну, а что в этом сверхъестественном? Да, вы даете рекламу в паблик, в группу ВКонтакте по вот такому-такому-то. Не предлагаете не купить, а почитать книгу бесплатно при том. Люди читают, читают, действительно, используют, действительно, вы реальны, да, этого человека. Действительно, вот вы производите, действительно, вот она растет. Кедр сибирский, правильно? Ну, все, в этом вот так есть, правильно же? Как вы думаете, они захотят купить? Если не стрельнутые в этом вопросе. Кто-то, конечно, уже покупает, кто-то еще подтверждает, и кто-то захотит, а кто-то и новики подают. Ну, новики подают, действительно. Тут мы не можем сказать, кто-то через год купит, кто-то через день купит. Я не могу это утверждать. Ну, то есть, реально ли вам завести трафик на вашу книгу, на ваши материалы, на ваши видео, 1 миллион человек в месяц? Я не могу сказать, реально это не, я буду пробовать, но реально... Ну, так надо вот это вот и есть, вот эти самые действия. То есть, вы, когда расписываете деп-композицию, вы расписываете до этих реальных действий, что мне нужно найти человека. Ну, например, вашего знакомого, родственников, кто там торчит в контакте, правильно? Чтобы он списался с администрациями этой группы, чтобы завести группу про кедровое масло и так далее, и так далее. Чтобы дать туда посты, чтобы дать там рекламу какую-то на этих товарищей, чтобы он там поспамил группы, ну и там далее, и тому подобное. Именно на Москву, ну или там не на Москву, да, по увлечениям, ну, это вот просто техническая работа будет. А вам нужно сделать деп-композицию, чтобы 1 миллион мне сделать, нужно мне вот миллион, или там 2, или 5 миллионов. А моя задача, чтобы я сейчас миллион прочитала мои книги, которые... Да, чтобы вы написали вот твою книгу, я вам миллион прочитала. Я думаю, книг про кедровое масло невероятное количество, вам просто нужно найти и сделать из них свою. Ну и где-то мой личный опыт. Ну, конечно, и ваш личный опыт. Ну, просто вы скажете, что да, вот так-то, так-то. Это правильно. У меня ощущение такое, что, во-первых, 1 миллион трафика это не в месяц, а в сливки снять в день разовом. А во-вторых, такой трафик, это все равно тут затраты, его обслуживать надо. С авторскими правами как быть? Идея не имеет авторских прав. Нет, если вы говорите, с одной книги брать, копим пастом заниматься. Ну, он же своими словами опишет, он просто идея. Но 300 страниц своими словами не опишет. Опишет? Да не опишет. Если человек в этой теме, я опишу по шлакобочному станку 300 словами своими. Это уже затратно, во время. Вот вы этим кедровым маслом, как вас, вот как вы занимаетесь кедровым? Тут вопрос о уникальности, но темп потеряется. Да я тут же сам книгу не буду перечитывать. Нет, вот вы, как бы вас, вот под мечом ходите, что кедровым маслом занимаетесь? Или от души этого? Безусловно, это не старое, но я сказал, только, скажем так, основная деятельность. Ну, вы же увлечены этим. Безусловно. Ну, то есть, это не то, что ваши зарплаты, и вы таки идете и занимаетесь кедровым маслом, вот как на работу. Вот тяжело вам идти, нет что такого? Если бы есть зарплаты, я бы в другом месте. Ну, я вот думаю, вам несложно будет прочитать эти книги и написать свои, правильно? Тем более 50, а не 300. Притом, вы этим занимаетесь от души, вам даже интересно будет прочитать, что там другие написать. На самом деле, оно так и есть. Ну, то есть, в легкую, в легкую, вот как вам по туризму на Байкал легко будет написать? Не, да. Ну, ему так же про масло. Он просто в лед напишет, вот вы берете любую информацию, вы читаете, читаете, потому что это про вас написано. И вам написать, вы, ну, знаете, как написать книгу очень быстро? Ну, прямо, буквально за два часа. Берете диктофон, вот с вашим вот телефоном, да, надиктовываете. Надиктовали, вот действительно надиктовали. Потом есть фрилансеры, воркзилы. Есть же такой? Отдаете на транскрибацию. Чик, книга готова. Только ошибки поправили, ревайп. Ну, сейчас книги как пишутся? Быстрее, чем их читают? Быстрее. Все, книга готова, залили. Фотки туда залили. Оно будет живее, интереснее жить не надо. Кючева там писать, там, Чехова и так далее. Вот вы же свой личный опыт изложите, да, там, отзывы приведите, что действительно кедровое масло улучшило мое здоровье. Ну, вот как-то я вот так стал себя чувствовать. Ну, какие-то улучшения было, стало и тому подобное. Ну, просто нужно книжки эти накачать кучи. Там, купить, ну, 200-300 рублей потратить. И просто бесплатно этот контент дать масса. В общем, заманчивая на то, что я могу что-то упустить, я с вами сожжусь. Ну, это быстро делается. Вот это не надо на год растягивать, и миллион трафика не надо. Если есть такая доходность, да, если у вас есть миллион рублей. Ну, потратьте вы на трафик, например, 100 тысяч. Нормально будет потрачено? Без проблем. Ну, вот если у вас чистый миллион, 100 тысяч отдадите на трафик? Да легко отдадите. Без проблем же. Ну, понятно. Да, то есть, конечно же, трафик стоит деньги, да, ну, масса, количество. У меня есть пример, вот хочу привести по... Можно? Возьмите микрофон, что-то. Включен. Я был на выставке в Гуанчжоу на Кэнтон Фэйер, ну, если кто знает, это самая крупная выставка на юге Китая. Ну, вообще, в принципе, по Китая. Вот, что касается книг, очень интересно было сделано, есть компания, называется Game Dragon. Это компания с 2000 года работает в сфере транспортных услуг, там, доставки грузов в Россию и все остальное. Вот. Как они сделали? Они взяли, просто составили путеводитель, то есть, ну, где-то там набрали информацию, составили очень короткий путеводитель. И на каждой, практически на каждой странице была их реклама. То есть, когда люди приезжают в Гуанчжоу, этот путеводитель распространялся везде абсолютно бесплатно. То есть, он был настолько популярен, что за ним люди охотились. И когда, то есть, когда человек эту книгу берет, например, если он приехал по бизнесу, то есть, помимо того, что он сделал свои дела, он где-то еще погулял, плюс он видит всегда, что вот эта компания занимается, например, сувенирным направлением, занимается отправкой грузов и так далее. То есть, ну, вот этому примеру очень многие последовали. И, ну, вот эта компания сейчас, на данный момент, как бы, это лидер, один из лидеров рынка в Гуанчоу по транспортным услугам и по изготовлению сувенирной продукции. Это на Россию или в мир они ретируются? Они, ну, основа у них на Россию. То есть, они работают с крупными заказчиками в сфере сувениров, ну, и, как бы, и отправок. Но просто мне очень понравилось, вот именно мне хотелось вот этот пример рассказать, мне очень понравилось, как они это сделали. То есть, они просто взяли это и сделали бесплатно. И, как бы, ну, эффект, я думаю, от этого был колоссальным, потому что с книгами очень и очень пользовались. А книга на физическом виде? Она физически, да, потому что она, там, ну, сколько, ну, страниц 100, по-моему, этой книги. Там есть путеводитель по Гуанчоу, по Макаоу, по Кантону. То есть, пожалуйста, как бы, это, ну, отличный вариант. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, в Лутус. Для их рекламы они вложили деньги не в баннер, например, ну, и в какую-то другую рекламу. Они сделали прямо, что она в руках, эта книга у меня каждый день, например. Я каждый день с ней хожу, и этот, вот, логотип Геймдрэгон настолько уже примелькался. То есть, если бы я, допустим, на тот момент не могла что-то отправлять, в первую очередь, я бы поехал бы с этой компанией. То есть, раз, ну, компания даже по своим, по личным, каких-то моментам, вы бы все отправились в Гуанчоу через них. Конечно. Потому что это, ну, то есть, они мне дали, то есть, они дали мне что-то полезное. Я что-то полезное для себя почерпнул. Ну, я благодаря этой книге там что-то увидел, провел как-то время, ну, и, соответственно, как бы, какое-то доверие у меня уже имеет, соответственно, плюс они везде, написана информация о них. То есть, с какого года они работают, сколько у них клиентов, какого у них там на ободок грузов и все остальное. То есть, вот, пожалуйста, как бы это, ну, хорошо, наверное, мне кажется. Да, великолепный пример. Дать людям что-то полезное. Вот в книжном магазине «Москва», если книга ваша про кедровое масло будет продаваться, правильно? И вы фактически будете отдавать ее по себестоимости, ну, хотя бы, чтобы себе в ноль был. Будет у ваших клиентов. И магазин заинтересован, будет продавать вашу книгу, она будет указ находиться. Все. Можно сказать, все деньги ваши, как они будут стараться их продавать. Представляете? Всем, кто захочет, шел в книжный магазин, будет в сумочку складывать такой кедровое масло. Ну, это так, ватрировано. Хороший пример, да? Ну, есть компания АОН, все маркетологи прямо пищат от нее. В свое время был доступ в интернет модельный, в штат. Так вот, эта компания взорвалась. Она вот эти дискетки, 3,5 дюйма, даже толкала в пельмени. Было такое дело? Рассказывали уже. Да, вот, ну, это такой же пример. Ну, просто рынок взорвали, убили, можно так сказать, под себя. Так, компрет. Компрет. Ну, вот, смотрите, есть такая обожженная бумага. Ну, чтобы не как у всех было. Вот, приносят девушке вот эти свои прайсы, и их прямо вот хочется в мусорную корзину бросить сразу. У нас студенты-маркетологи сделали вот эту старую такую бумагу, взяли ее обожгли, там, шрифт там написали, пригласитель. Ну, приятно в руки взять, что-то такое уже интересно получается. Ну, компрет не должен быть, вот, как у всех. Ну, это обыденность. Ее не должно быть. Так. Ну, позвоните, разослайте, думаю, тут тоже понятно. Ну, это ненавидят делать продавцы, апселить, даунселить, там, кросселить и так далее. Ну, просто нужно обучить этот человек. Я резину от грузака продавал. Человек забрал. А, нет, от фридлайнера продавал. Потом резина у меня от грузака валялась в гараже. И я это, говорю человеку, купи резину еще. Он такой ходил, ходил, у меня грузака нет. Я говорю, ну, а потом говорит, ой, у тебя размер R18. Ой, я трактор купил с Китая. Мне на трактор пойдет. Я говорю, правда, что ли? Забрал он мне. А что, пошло? Забрал, да. Мне надо кататься. А я не знаю, как он катался на тракторе. Резина в грузаках. То есть, вас это же не интересует? Нет. Так, продать без скидки. Это просто ритуал скидка. Но ваш бизнес, она убьет. Убивает. Но есть четыре типа клиента. Да? Это халявщики. То есть, вообще, чтобы вы им даже доплатили, что они купили. Затем дешево убирает. Дешево. Именно дешево. То есть, невзирая на качество, главное, чтобы дешево было. Без разницы. Потом соотношение цена-качество и вот так называемые ВИПы, или которым надо вчера. Ну, как правило, мужчинам. То есть, проблему решить надо. Все, бежим там. Особенно, если от него пахнет духами, не жены. Да? Вот он решает этот вопрос. Там, видеть цветов, там, подарки и так далее. Ну, быстро надо это решить, как бы заметить вопрос и так далее. Правильно? Так. Вам звонили так? Это отдел качества. Что вас не устраивало? Там допродавали? Допродавали или нет? Ну, это такой ритуал. Звонит отдел качества. Спрашивает, что, кого там и так далее. Вы довольны, он говорит, а у нас вот и есть еще акция. Понятно? Не сложно? Под эгидой там. У вас есть клиенты, которые купили кедровое масло? Вы им можете позвонить. Я такой-то хозяин, да, это предприятие. Понравилось вам масло? Они там ответят. Ну, понравилось там. То-то, то-то. А у меня вот сегодня акция. В честь там 8 марта, 23-го, да, у меня скидка на такой. Хотите еще купить? Я вам привезу. Доставка бесплатная. Как вы думаете, купят? Ну, кому-то понравилось. Ну, просто он не хочет задумываться над тем, что надо звонить, там, заказывать, там, ждать, пока привезут. А вы сами проявили инициативу. Спроси. Упаковка понравилась, там, то-то, то-то. Ну, это без комментариев, да. Инста, чудовищный поток трафика, правильно? Ну, это тоже без комментариев. Я уже все понял, пошла. Ну, это хорошо. Я так и хотел, чтобы она поняла, и многие так уходят. Так и надо. Им достаточно информации. То, что мозги уже не надо себе забивать, не понять чем. Ну, то есть сделали все. Вот она пошла, сделала, деньги получились. Человек пошел по метруке, мы все обсудили. А, ну, хорошо, да, может так и есть. Ну, вот КСМ-ка, она подешевле стоит. РСА тоже. Ну, поиск, я не люблю поиск. Это мое личное мнение. У кого-то срабатывает, если товар очень дорогой. Ну, цена на поиски. Ну, просто Яндекс зарабатывает в год 12 миллиардов рублей. И на чем-то ему надо зарабатывать эти деньги, правильно? Поэтому на поиски, конечно, уже капец пол. А так, штяжка хорошо идет. И КСМ-ка тоже хорошо идет. Лучше. Чем на поиске. Это мое личное мнение. Может кто-то не согласен. Ну, вот это самое простое. Flexby. LP-генераторы. LP-мотор. 14-дейный триал-перивод. Windows. Мгновенно, правильно? Мгновенно. Вот буквально за час вы сделаете ленит по своему кедровому маслу. Ну, вот все. Там все уже готово. 14 дней ничего не надо платить. Если оно пошло дело, да, вы покупаете домен за 49 рублей. На Neckhouse. Так же? Ну, все там берут. Все мастера, все админы там берут по 49 рублей. Ну, он просто на ленинг. Там какая разница. Вот. Просто второго уровня. Хостингер. 35 рублей. Ну, и все. На год на бесплатном опрессе закатали ленинг. Готово. Все. То есть, мгновенно. Вот копейки буквально заплатили. Копейки. Быстро? Быстро. То есть, проверили пошло ли на всяких там LP-шках. Да. И сделали свой на ворпрессе. Чего платить не надо? Ничего не надо платить. Вообще. Ну, можете там хостингер платить. Можете другой хостингер использовать. Быстро? Главное протестить. Протестить. Просто протестить. Да, нет. Все. Ну, что мы тестим? Да, мы всегда тестим. Ну, я бы тестил картинку. Картинка. Потому что картинка, я вот пробовал в работе, да, по своим там оборудованию. И просто картинка такая в работе конвентирует в три раза больше трафика. В три раза. То есть, человеку просто интересно, что там происходит. Что внутри происходит. Хорошо работает. Заголовок это классика. Да, там масса примеров, как заголовок увеличил продажи в пять, девятнадцать раз. Цена. Цена. Некоторые говорят, что вот цена... Ну, есть такие диапазоны цен, которых не продается никогда ничего. Есть такие диапазоны цен. Самое... Самое... Самое это... Тяжелое это призыв к действию. Не у каждого получается писать призыв к действию. Хотя вот человек, мой знакомый, старается, старается, постит на Авито, а призыв к действию у него такой кошмар не получается. Я говорю, ну переписывай призыв к действию. Ну не буду при таким призыве покупать. Ну старается переписывать. Вот призыв к действию тяжелый. Ну текстовка, я думаю, здесь чем больше напишут, тем лучше, особенно если пишете от себя и даже может допускать ошибки орфографические в тексте. Онлайн-консультант, бесплатный скрипт на WordPress ставится, но Callback Hunter, понятно, да, там денежку надо платить, все, онлайн-консультант у вас есть. Где-то работает, где-то и не нужно. Ну хотя, там просто экономически посчитать, какой-то вопрос решить там и так далее. Я сам пользуюсь Callback Hunter, нормально работает. Естественно, не надо вставить всякий там лайф-интернет и тому подобное. Они это, ну все это уже с лихих девяностых, как бы уже давным-давно это не работает. Ставим Яндекс.Метрику, она намного лучше работает и понятно, что, откуда и когда и так далее. Правильно? Никакие галочки не ставим. Игорь Ман всегда ездит к своим клиентам, да, хотя пробки по Москве это три часа, ну один конец, наехать. Ездит, почему ездит? Как вы думаете, зачем клиентам вживую ехать? Работает удаленно, встречается вживую, чай, кофе пьет, просто разговаривает. Все, они ему деньги заплатили, работа идет, она едет к ним и спрашивает, что, как вы? Зачем? Момент уважения, наверное. Ну, вы как бы понимаете, как вот говорят клиенты, что, да, момент уважения, правильно. Вот вы встречаетесь с своими людьми, которые покупают у вас масло? Лично? Да, бывает. Ну вот надо лично встречаться. Лично как-то вот собрать клубом их, да, встретиться с ними, поговорить. Не же ваши клиенты, они вам приносят деньги. Надо с ними общаться. Ну просто какое-то живое общение должно быть. Но это по-другому вы уже будете людей воспринимать. Чем они живут и так далее. На одном языке говорим. Ну, если там смысл как раз маркетинга. Мы затеваем бизнес, надеясь на то, что вот эти клиенты у нас и дальше будут нам бизнес новый давать. Ну, вот я уже приводил пример. Битара строит дома, правильно, а эти же клиенты ему дают еще деньги при покупке мебели в магазине 5+. Где диванчик просто снять обувь, около там 500 тысяч стоит. Хорошая наценка у него. Ну, купил на прямую Гуанчжоу, сюда привез, наценил. Люди купили. Вот в этом и есть смысл, чтобы с существующими клиентами как-то вот именно расширяться, расширяться, расширяться. Самый лучший бизнес получается, когда вы с существующими клиентами начинаете партнериться и развивать с ними же бизнес, но уже на другой основе. Еще лучше получается. То есть они вас купили, а вы с ними бизнес другой построили. Идеально получается. Так. Реферальная классика жанра. Символические подарки. Именно символические, чтобы человек не считал, что вы покупаете его друзей. То есть он как бы рекомендует кого-то, но не надо ему платить много. Особенно вот если ваш товар там стоит 10 тысяч рублей, а вы взяли там 3 тысячи ему отдали. Потом, назад. Ну, человек как бы скажет, ничего, я продал другу за 3 тысячи рублей. Как бы это дорого. А какой-то символический подарок с Алиэкспресса. Да, вот он хорошо работает. Либо если это у вас действительно реферальная система, то давайте скидку и тому, и тому. 50 на 50. Будь честным. Несложно ее внедрить. Правильно? Просто сказать человеку, что вот если вы приведете друга, я и вам, там, ему 10 процентов, и вам 10 процентов тоже зачистлю там на телефон или куда-нибудь там на счет, на бонус и так далее. Время отклика на заявку. Легко тестируются. Правильно? Сами. Звоните, сами. Оставляйте заявку, смотрите, как ваши сотрудники, да, насколько быстро. Работают. Самое неприятное, да, когда совершаются импульсные покупки, да, и когда вот перезваниваешь человеку, а он уже остыл. Ну, как бы, он уже, ну, когда вам звонят, он, вот, воодушевлен, идея у него витает в голове. Вы быстрее уговорите его на следующий шаг, чем если вы ему перезвонили. Не даром есть такой сервис, да, в течение, там, 26 секунд. Секунд человек перезвонит. Настолько быстро и 22 секунды. Я не помню, как называется, но есть такой сервис. Ну, типа, колл-бэкхантера, по-другому. Причина оставить контакт. Причина. Никто не описывает причину в кнопке бабло. Почему должен оставить контакт? Почему должен оставить? Самый лучший контакт, естественно, телефон. Почему телефон, а не имел? Как вы считаете? В реальном времени, правильно, еще. И вам не нужно смотреть? Да, и вот спамовский всегда вводится. Элементарно. А видели? Ну, вот, женщины видели, а мужики, наверное, видели, как вот. Зазвонил телефон, и в одной держишь, а в другой телефон. Есть такое в жизни? Из ванной, звонок заставляет вылезти. Вы в ванне когда-нибудь, когда купались, брали в руки телефон? Никто никогда? Было же дело такое? Да? Ну, это современная реальность, да? Что телефон не выпускается из рук вообще. Ну, например, зашли в туалет, да? Две минуты. Зашли в туалет с телефоном. Десять минут. Зашли в туалет, да? Телефон с интернетом. Полчаса. Зашли в туалет, да? Телефон с интернетом с зарядкой. Сколько? Час. Так же? Поэтому нужно всегда брать телефон. По любому предлогу. Но телефон. Телефон. А вот телефон люди как-то вот, ну, понимают, что будет звонок, будут продавать, но как-то надо, чтобы телефон оставили. Поэтому причина оставить контакт, это самое главное. Там, ну, кнопки в форме захваток. Вебвизор, да? Яндекс купил. Ну, смысл, как скроллит ваш сайт, да? Если у него много прокруток, да? Как смотрит? Как быстро, как читает там заголовки? Ну, все видно. Надо смотреть. Когда покидает сайт? Сколько там минут сошло, да? Почему покинули сайт? Ну, анализировать. Просто это нужно анализировать. Где-то есть будут прибыльные действия. Проблема у нас с интернет-сплойером. Ну, вот такая проблема. Ничего не сделаешь, да? Чтобы на нем тоже что-то работало. Многие пользуются эксплойером. То есть, установили себе Windows, а там во-приоре идет эксплойер. Ну, некоторые, что-то не работает на эксплойере. Ну, это такая техническая затыка. Если что-то серьезное, да, продается, то вот всевозможные такие грамматические ошибки, они все-таки режут глаз. Правильно? Особенно в какой-нибудь книге. Когда у ребенка читаешь учебник русского языка, там орфографическая ошибка. Ну, неприятно. Сильно неприятно. Вчебники по литературе там вот. Вроде бы это и опечатка, вроде бы и ошибка. Ты не понимаешь, ошибка или опечатка. Так хочется воткнуть туда. Алло, чего нет? Классические моменты. Правильно? Если не заскриптован. Ну, просто надо прослушать. Просто послушать. Себя даже прослушать, как вы разговариваете по телефону. Попытки. Попытки. Самое... Вот редко кто так делает. Вот компания Mercedes делает, там, аудио. Они обозначивают причину перезвонить. То есть, они говорят, что мы вам перезвоним по такой-то, какой-то причине. Это самое главное. Вот в скрипте должна быть встроена причина, что вы еще раз можете позвонить этому человеку. То фирма так же делает. Позвонили в ту фирму, вот ту в Таиланд, так-то, так-то. То-то, то-то. Они должны в скрипте сказать, что они вам еще перезвонят, например, через недельку. Да, когда появится, там, горячая заявка. Можно мы вам перезвонить? Да, можно. Все. СРМ поставили галку. Через недельку надо позвонить. Ну, это все банальщина, да. 1 плюс 1, там, 3. Там, 1 плюс 1 плюс 1, 5. Да. Возьмите еще и так далее. Все так пользуются. В 5 раз дороже, да, и будет бесплатно то, что вы заказали. Ну, то есть, один товар за 10 тысяч рублей, другой за 50. Вот предлагаете за 50. И говорит, если возьмете за 50, вот то, что за 10, будет бесплатно. Согласятся люди? Если вообще не согласились, говорите. А вот у нас сегодня акция, вот эта же снега продается на 50% дешевле. Ну, только потому, что вот эту берете. А там ржа выше. Вот это классика. То есть, классику угонят вот такую. Чик-чик-чик. Ну, все так делают. Ничего нам не сказали. Эти акции можно сделать и погруче. Обычная математика. Да. Смотрим. Один лендоз так конвертирует, другой так. То есть, обычные проценты. Правильно? Обычные проценты. Бывает, страничка настолько простая, но написано классно, выгоды. И человек просто, ну, не может, не оставить там телефон, не оставить заявку. Да. Из трафика в обращение. То есть, зашли на вашу страничку. Сколько к вам обратилось? Насколько хорошо сделан верст? Конверсия за обращение в оплаты. То есть, хотели купить, ну, вы, может, там, в кассе человеку построили такой, вот такие препятствия, такие рвы, что он просто добраться не может. Есть же такой момент. Человек хочет купить, а, ну, ему приходится чуть ли там какие-то полосу препятствий преодолевать, чтобы добраться до возможности купить. Это было возле центрального рынка аптеков. Подходишь к аптеке, нужно вот такое-то лекарство купить. Она говорит, вот, идите, вот туда в кассу, по столовой очереди займите, она сейчас чек вам пройдет, потом вы с этим чеком возвращаетесь, опять очередь отстаиваете и берете лекарство. Я плюнул эту аптеку сразу. Ну, как? Я подошел и не могу сразу купить. Я должен в другое место идти, в другой конец. Торговый зал. В кассе. Смех же? Ну, смешно же? Ну, мне это вот как бы неприемлемо, правильно? Это мне полоса препятствий какая-то, чтобы купить какой-то там витаминкой идти. Смешно же? Ну, вот есть у нас вот это фотоателье, как оно на рынке так, кодек-то, правильно? Вот там в одном месте получаешь, а в другом платишь. Меня это раздражает. Да, да. Вот у них в середине касса стоит, и мне это вот не нравится. Потому что я должен там сначала получить фотографию, потом туда заплатить. Или как-то там наоборот. Я привык в одном месте. Там получить и там. Они не хотят кассу еще ставить. Ну, они монополисты в этом районе, поэтому можно. Но меня раздражает. Я за это не хожу только. Так, конверсия в разрезе. Не сложно это сделать, да? То есть каналы трафика, и смотрим, с какого канала идет хорошая конверсия. Ну, по продуктам отсчет составить тоже несложно. Это все аналитически. Сократить цикл сделки. Да, тут не посчитать. Наверное, цель сократить цикл сделки. Ну, классический пример. Да, фирма там устанавливала какое-то сложное B2B оборудование. Цикл сделки занимал там полгода. Они внедрили такую тему, как предварительный аудит, по-технический аудит. И сказали, что вот если вы соглашаетесь в течение недели после аудита, аудит за счет идет в стоимость. Цикл сделки сократился за месяц. До месяца. Понимаете, 6 месяцев и месяц. Разница огромная. То есть это был просто ритуал этого аудита. Аудит должен был для того, чтобы сократить цикл сделки. Больше ни для чего. Он не нужен был, фактически. Ну, средний чек это тоже считаем. Ну, для того, чтобы не просто считаем, а как возможность его увеличить, этот средний чек. Ну, вот смотрите. Есть авто мастерские СТО. Есть же такие. Станции технического обслуживания есть. Частные. Вот в этом бизнесе самое главное увеличить средний чек. Больше ничего главного нет. Потому что человек не хочет каждую неделю ездить и чинить свою машину. Правильно? Он хочет приехать и починить ее всю. Если оно что-то там опять сломается, он будет ездить, пока там не сломается конкретно. Но мы все такие. Поэтому главная задача СТОшника это любыми путями увеличить средний чек. Пускай даже с помощью там фенечек, мулечек и так далее. Всяких брелочков, всяких средств для очистки там непонятно чего и так далее, и так далее. Правильно? Средний чек некоторый бизнес, средний чек это просто все. Ну, для Айс того это все. Но стоимость лида, конечно, по каналам нужно просчитывать обязательно. Потому что некоторые каналы, они просто получаются фантастически дорогие. Например, баннеры. Видели баннеры на улице? Кто-нибудь туда дает отдельный номер телефона или нет? Или прямой фирмы? Давай. А отдельно дают? Отдельный номер. То есть покупают отдельный номер. Для них, наверное. Ну, а как его, вот как его посчитать-то? Ну, и повесили вы баннер, да? Сам баннер и стоит где-нибудь там около двух тысяч, правильно? И повесить его пять тысяч. Вот семь тысяч. И один звонок. Там мне студенты рассказывали. Дали в дублькис 32 тысячи. Четыре звонка было. Сколько один звонок стоит? Восемь тысяч. Восемь тысяч. Нехило, да? Так это просто звонок. Ничего не купили. А вдруг за 34 миллиона в качестве подали? Нет, ну, я согласен. Тут, фу. За 34, то все отлично будет. Вы можете все Москву этими катерами обвешать своими баннерами. Все там пристали. И Москва-реками. Тут от денег зависит, да, уже получается? Ну, надо как бы номер телефона указывать. Номер телефона копейки стоит, правильно? Теледва на корпоративном тарифе, вот эти городские номера, они вообще ничего не стоят. Просто у нас... Я не понимаю, что вы сейчас акцентируете? То, что не считают стоимость Лида на баннерах. Вот баннер, а там номер телефона какой? Это должен быть не он. Средник этому баннеру с переадресацией. А, чтобы он был считатель. Чтобы было понятно, сколько звонок. Да, что с этого баннера был один звонок, который стоит 7 тысяч. Нехило мы повесили. Красиво. А? Красиво зато. Не, ну бывает же, что это брендинг, узнаваемость. Я, допустим, работал в одной компании, просто не буду говорить, какой. Мы просто брали всю Platinum Gas, выкупали, все баннеры абсолютно. И на 2 месяца, допустим, проплачивали аренду и все. Сейчас вы вычислили Новый год? Нет, ну есть. Новый год, я не буду распространяться. У менеджеров по рекламе, в рекламном агентстве есть работа. Правильно? Продать вам баннера. Они справляются с ней великолепно. Рассказывая вам про имидж, деловую репутацию, узнаваемость бренда. Правильно? Вот эти деньги можно было вам лично отдать. И вы бы столько бы принесли денег компании. Невероятное количество. Согласны? Ну, совет директоров почитал по-другому. Вот вам лично отдать эти деньги, сказать, как они, найти человека, сказать, вот мы тебе даем деньги, да, вместо абонирования, принеси-ка нам больше тех же денег. Вы разобьетесь в лепежку, найдя клиента. Согласны? Вы лично будете обходить их. Ну, хотя бы, наверное, номер телефона был поменять, скорее адресацию взять. Там даже телефона не было. А, даже телефона не было. Там чисто был бренд указан, и все. Ну, вот есть компания Goodyear, знаете же, я вам рассказывал на первом занятии. Они дирижабль на футбольный матче. Правильно? Идея какая? Что человек смотрит в футбольный матч, видит этот дирижабль. У него в сознании закрепляется Goodyear, правильно? Что это шины крутые. И когда лысо резина становится, то надо вспомнить, что есть был футбольный мяч, я там пил пиво, мы кричали там и так далее. То есть положительные эмоции. Бренд же это положительное эмоциональное восприятие торговой марки. Так? Как вы думаете, есть более короткий путь к решетку клиента? Просто это длинный путь, сильно. Ну, давайте покороче. Ну, шины можно продавать по всему миру, соответственно, поместить на путь долг. Нет, вот вообще есть более короткий путь. А что еще проиграли, то все это путь на путь. Нет, вообще есть путь более короткий, вот минуя вот этого дирижабля и так далее. Как вы думаете, есть короче путь? Ну, особенно если в своем городе, там можно платить, но не больше. Нет, вот смотрите, есть станция СТО. Но мы думаем, что есть, но мы не знаем. Вот есть станции, где там техническое обслуживание, вот там есть мужики, работают. Можно их смазать, чтобы они предлагали эти долбаные шины. Да, конечно, нужно. Это самое идеальное. А зачем тогда дирижабль-то нужен? Вот я не понимаю. Это просто есть менеджеры по рекламе. Им просто надо деньги зарабатывать. Но конкуренты могут смазать тех же самых, и начнут с войнами. Да никто не смазывает. Сколько я СТО проходил, никто мне не предложил ничего. Знаете почему? Потому что им это не надо. Они технари. Вот у меня муж, им нужно бы стоило, я работаю. Они смазали, деньги взяли. Если бы вашего мужа смазали? Нет. Там идут именно технари. Они, ну, далеки от... Ну, вот подходишь к нему и говоришь, да, хочешь плюс. А-а-а, выдали спецовку, а там... Да нет, просто вы выдали какие-нибудь буклетики, там, визитки, да, отрывной талон какой-нибудь, да, стилизовали это. Вот тебе скидка, купи себе гудеер нормальные шины. Он приходит, этот талон отдает, а, механиковый стол, на телефон скидывает ценная сумма денег. И вот и все. Пик, все. Потому что талоны пронумерованы за человека. Ну, просто сунуйте, сказать, купи вот нормальные шины, вот по дешевке продают. Там не благ. Ну, а как же узнаваемость бренда тогда? Это же они, это же не простынцы. Ну, возьмите, допустим, тот же Гонконг или Сингапур. Посмотрите, сколько там Sony, Canon, Nikon тратят на рекламу на небоскребах. Panasonic тот же. Это же не просто так, там, миллионы долларов. Panasonic не существует. Ну, я тут... Sony Ericsson тоже не существует. Все, не кончился их бренд. Ну, Canon примерно. А до сих пор их люди. Так же, так же. Кодека тоже уже нет. Canon есть. И их реклама есть, например, собственно. Закончится, закончится. Вот смотрите. Любой маркетинг, когда так, становится прямым. Всегда. Вот есть такая книга, бренд-билдинг, Дэна Кеннеди. Он пишет, что как только становится компания крупной, они пристают считать деньги. Пристают. И приходят девочки с рекламных агентств и говорят, фу, у вас нет корпоративного стиля. Фу, какой у вас бренд-бук? У вас его нет, да? А какая у вас имиджевая реклама? И так далее. И всем же хочется поиграться в великих. И начинаются люди играть. И как только они начинают заниматься брендингом, как правило, фирма умирает. Все, я не стою. Кеннен не умер. Умрет. Умрет. Компания Кеннен умрет. А вот компания Ламборджини не умрет. Они уже начали играться. Компания Ламборджини не умрет, а Кеннен умрет. Когда? Какая разница? Какая разница? Вот просто на этот рынок зайдет человек с прямым маркетингом, и он убьет их всех. В Ламборджини только прямой маркетинг, только. Потому что они знают прямо по именам 6 тысяч клиентов, которые могут купить эти машины. Бентли тоже. Ну и Бентли тоже по именам прямо. То есть ряде мне сколько надо знать имен? 6 тысяч имен всего-то. 6 тысяч-то мало. Чтобы бутылочка такая отрасль, что знаешь? Ну миллион хотя бы. Ну миллион, да и будете знать миллион, ничего страшного там нет. Ну потому что каждый. Миллион имен будете знать. Ну это вот просто время. Время покажет. Любой маркетинг становится прямым. Те, кто начинают играть в бренд, они умирают. Рано или поздно. Сколько компаний погибло, играющих в бренд? Гигантское количество. Словно вопрос. Ну вот вы не верите просто. Ну есть лидеры рынка, конечно, как не верить, если сейчас ситуация на рынке одна, а вы говорите, что она изменится в другую сторону. У них предпосылок никаких к этому нет. Они лидеры продают. Все играют в бренд, правильно? Играют в бренд, это рекламные агентства. Прямой маркетинг продать невозможно. Правильно? Там нет больших сумм. Там просто, понимаете, доллар затратил, доллар получил. Там нет больших сумм. А когда мы играем в бренд, размещая всю рекламу, там большие деньги. Это просто игра рекламных агентств. Это их бизнес. В таком случае, да, выясните, что это прямой маркетинг. Прямой маркетинг. Это главное продать вам. Вот вам надо сейчас продать. Больше вам ничего не надо. Вам не надо там играть в бренд. Не надо вам... Не надо. Не надо. Вам не надо котировки на бирже. Не надо. Правильно? Чтобы они повысились, а вы свою разницу получили в карман. Не надо вам. Более того, даже хочу, чтобы меня не знали. А вас и не будут знать. Вам будет знать только кто хочет купить это масло. Все, больше вас и никто не будет знать. Как только вы знаете, тогда слава приходит. Просто, допустим, видео с теми, у кого есть бренд. Соответственно, все так, что он нужен. Или даже кайти просить. Вот есть крупные компании. Им наплевать, понимаете, на вот эту всю торговлю. Им надо IPO сделать и бабло с этого снять. Так же, как компании. Правильно, в принципе? Ну, конечно. Они другого, у них другие задачи. Но они не пустят на свои полки того, кого бренд нет. Тоже верно. Так, именно. Вот вы понимаете, вот это все вторично. Вот Тинькофф, кредитная система, это не банк. Ему надо просто было продать в 2013 году, правильно, свои акции, личные свои, за 2 миллиарда долларов. Олегу Тинькоффу больше ничего не надо. У него такая цель. Ему не нужен этот банк. Он его готовит на продажу. Ну, естественно, акции скинул. Что ж, не дурак же? Он акции скидал. Вот есть компания General Electric. Есть же? Она в индекс того джонтов входит, в индекс генералов. У них акции растут. А долг у них полтриллиона. Понимаете? Да им наплевать на эту прибыль вообще никак. Руководству главное бабло снять. Купили опционы. Опционы предоставили на покупку акций по привилегированной цене. Правильно? Акции поднялись, они их скинули. И все на своем оборужении на острове укатили. Вот и все. Компания Enroll. То же самое. Это мир такой. Это другой мир. Мир брендов это мир акций. А мы зачем туда лезем-то? Забудьте это все. Если вы будете играть... Да нет, я не говорю, что мы туда лезем. Но это на наше восприятие влияет. Потому что мы все знаем технику Гэнон. Благодаря их рекламе, как раз брендированию вот этому. Это просто мозги промывают. Они не выпускают. Вы же не заходите в магазин, фотомагазин и говорите. Дайте мне фотоаппарат Fujifilm. Потому что вы знаете, что Кэнон это в тройку там лучший фотоаппарат отходит. Там другая игра. Там другая игра. Ну, вот. Есть девушки с рекламных агентств. Они умеют свою работу выполнять. И мне сейчас заплевали бы меня. Вот и все. Ну, как только фирма начинает более-менее, начинают вот эти акулы на вас набрасываться. В виде акул больших рекламных агентств или пираний. Ну, большие экранные агентства. Нужна большая фирма. Правильно? Они с АПшками не будут никогда связываться. Ну, что с вас взять? А вам надо продать прямо сейчас. Больше вам ничего не надо в этой жизни. Вам не надо, чтобы там логотип... Надеюсь, вы не обсуждаете, какой цвет у вас на логотипе. Красный, зеленый, синий. Ну, то есть, вообще наружка, в принципе, это неэффективно. Вообще. Никак. Никак. Особенно баннеры. Надо их снимать сразу. Иди, лежа. Иди, жабли. Ну, вот Гудьер компания. Вот то есть дебилы, да? Да? Просто они большие. Вот и все. Ну, давайте вот на примере фарма-синтеза. Вот они очень много такой рекламы сейчас дают. Да, надо на крышке. Светящиеся, да. Это даже очень дорого стоит. Потому что у них эта... Крышка кипела, кипела сейчас слетела уже. Ну, просто есть деньги, да? И кто-то... Ну, что начинал. Вот кто-то заразился этой идеей. Правильно? Сказать, теперь никто не видит эту крышу, конечно. Вот есть какой-то девочка из рекламного агентства. Или директор этого, да? Думает, вот. Самый смак. Да? Сейчас я эго его удовлетворю. Эго же такое есть. Человек. Приходит к этому индусу, да? С фарма-синтеза. И... Ну? Да, да. Эго, эго есть у человека. Раздутая особенно есть. Ну, его... Начинает дует прям. Бренд. Тебя будут покупать из-за того, что ты просто есть на этом рынке. Ты великий. Начинает вот это все раздувать. И человек дуется. Правильно? Потом бабах. Ну, надо же нам... Вот смотрите, начинаем бизнес. Надо нам же нам визитки крутые. Правильно? Потом надо офис. Чтобы нормальный был. Так же? Что там еще нам надо? А, загадить вот этими листовками везде, да? И так далее. Что мы крутые. Сто лет на рынке и тому подобное. Ну, масса таких примеров. Человек вкладывает в турагентство 5 миллионов рублей, выхлопа ноль. Правильно? Открывает школу иностранных языков, кидает туда квартиру, которая досталась от родителей. Он ее продает на развитие бизнеса. Выхлоп ноль. Он раскачивает бренд. Таких примеров просто невероятное количество. А прямой маркетинг какой? Далее рубль. Смотрите отклик. Правильно? Еще вы не открыли эту школу иностранных языков, уже должны стучаться к вам клиенты. То есть каждый рубль считается. Если он не считается, вы не используете этот канал. Совсем. Как баннер считается, если телефона нет? Представьте бы, давали в дубль кист и на баннера отдельные номера телефона. Кто-нибудь говорит из рекламных агентств? Дайте-ка, проверьте. Нет, они пишут. Все убедили. Этот баннер увидят 15 тысяч. А, да, отлично. И один из них позвонит вам. Да. И один хотя бы позвонит вам, да? Нет, это они не пишут. А, это они не пишут, да? А что только увидят 15 тысяч. А дальше, да, молчок. Да, дальше. Мы просто не договариваем. Нет, ну, телефон там привязать уже сам директор как бы должен догнать, что лучше поставить на отслеживание. Нет, нет. Они скажут, что телефон будет... Продолжение, алмаз и золото Якутии, да, они тоже на крыше размещались. Вот мне нужно золото, я сразу вспомню, что я езжу постоянно по Ангарскому мосту, а там алмаз рекламируется. Я поеду к ним и сразу куплю. И спорю, короткий путь. Есть. Я не спорю, но у них чисто брендирование было. У них много денег, они взяли так... Вот это вопрос. Много денег и надо деньги куда-то сунуть. Амбиции или нет? Амбиции, амбиции, это эго. Это золото, это надо, чтобы показать. Показать, да. Я не знаю какую-то другую фирму, алмаз, я знаю, потому что я езжу по Ангарскому мосту 6 раз в день. И поедут к ним. На меня они повлияли своей рекламой. Ну, пускай так. Письки вы понимаете, что нужно в золото. Можно вопрос? Да. А вот у Рэдбула, интересно, в общем, аркейсинг, ну, то есть, по крайней мере, как бы, они меньше заморачиваются на, допустим, там, телевизионной рекламе, но они создают какие-то мероприятия для молодежи, например, то есть, спортивные мероприятия, там, автоспорт, там, лыжи и так далее. То есть, очень много их гидов, под их спортерством проходит. Вот, ну, тем самым, как бы, свой бренд продвигает. Вот, если, допустим, какой-то товар, вот, каким способом можно продвигать? Это уже прямой маркетинг будет. Это не бренд. Это целевую аудиторию собрали. То есть, уже не бренд. Бренд это просто вот развесили, мы крутые. А если целевую аудиторию собрали, еще им продали там, в процессе сбора, правильно? Это уже все, это прямой маркетинг. Привезли ящики, даже по оптовой цене продали. Все, это уже, ну, это обычные соковыжималки, когда, вот, студентам и рассказывают, продают на семинарах, правильно? Через, типа, здоровое питание. В Лос-Анджелесе, там, по-моему, за день они, или за недельку собирают на целых двидесятых миллионов долларов. Обычно с собой выжималка, ну, везде, в каждом магазине продавится. Ну, типа, через здоровый образ жизни. Так, стоимость клиента, ну, здесь имеется в виду пожизненная стоимость клиента, потому что разные клиенты по-разному стоят, с разных каналов. Бывает канал очень дорогой. Ну, вот, например, Инстаграм. Любой пост тысяча полторы стоит, правильно? Дорого. В смысле, это как это? Ну, пост в Инсте, где-нибудь там, в раскрученном паблике, дорого же стоит? А, заказы паблики. Ну, конечно, дорого стоит. Даже минимум полторы, гораздо дороже обычно. Да, вот, минимум полторы. У кого-то четыреста тысяч. Ну, вот, видите, да? То есть, просто пост. Пост гигантский. Четыреста тысяч обузовый, да, Столь? Кардашьян там, наверное, вообще по шкале. Пост, просто пост. Правильно? Он дорогой получается. Но качество клиентов будет просто феноменальное. Ну, вот, например, по Москве. Вы знаете, школа иностранных языков. Да, люди давали в рекламу в Инсту каждый день, тратили 50-70 тысяч. Но сделали за месяц 5,5 миллионов. Просто дорого это стоит, но эффект будет. Действительно, клиенты оттуда дорогие идут. Но, как правило, предприниматели спрашивают, можно ли малобюджетный маркетинг привести в ВИП-клиентов? Ответ нельзя. Никак. То есть, нужно платить за дорогих клиентов большие деньги. Ну, табличку нужно тысячу площадок трафика. На первое время тысячу надо. Ни сто, ни десять, а тысячу площадок. То есть, эта площадка конкретный адрес сайта, да, конкретно какой-то ваш, вот этот район города, конкретная там база клиентов и так далее, и так далее. Ну, условно говоря, тысячу площадок должно быть. А вот вы говорите, что мы сюда идем из-за чувства вины. Но трассы это не полезная информация? Нет. Информация всегда вредная. Она всегда, всю жизнь была вредной информацией. Ну, умная голова будет и все, больше ничего не будет. 5% у людей умные головы. Придем, у нас час времени. Ну, час времени, да, внедрили, все. Просто каналы трафика прописали, начиная там от банального авито и заканчивая каком-нибудь тематическим сайтом, да, или вот прямо там 5 этих адресов, да, физических клиентов. Идеальное действие, манимейкер. Ну да, это будет идеальное действие. Просто площадки прописали. Площадки прописали, все действие. Но только не логотип рисовать. Человек против логотипа. Вот он место занимает, понимаете? Самый противный в логотипе, он место занимает. А в этом месте можно призыв действия написать. Или телефон. А ты купил. Да, ты купил, действительно, родина мать зовет, хорошо работает. Обращает внимание. Так в наркозе у нас всегда. А ты подал статью? Сразу обращает внимание. А если просто написать, бесполезно. А там вот те маркетологи работают хорошо. Ну, да. Пропокандируют. Пропокандируют просто, да, сборник, статью. Ну, то есть, по вашему мнению, логотип вообще в компании? Вредит. Он вредит. В ряде случаев он просто вред колоссальный наносит. Особенно юристам. В ряде случаев, да. У юристов колоссальный вред логотип компании наносит. Ну, там сильно не разгуляешься у них. У них, как правило, везде фемина. Не-не-не, вообще надо убирать. Логотип, я говорю, это из брендинга пошло. Логотип и так далее. Это на крупных компаниях работает. А мелочь пытается поздравить. Ну, вот смотрите, муравей и слон. Разные видят. Вот не надо слону подорожать, если вы муравей. У них, как бы, другие там идеалы и так далее, и так далее. Ну, давайте я на примере скажу. В моем бизнесе, среди моих конкурентов, наверное, нет ни одной компании, у кого бы не было своего логотипа. Хорошо, хорошо работают рекламные агентства. Рекламные агентства. А у вас есть среди ваших конкурентов, у которых есть 100 бесплатных книг про Байкал? Есть? Нет, наверное. Видео есть про отдых на Байкал? 100 видео? Нормальных. Вот как уровни Михаила Степанцова есть такие? Ну, стараются сейчас делать. Все в видео уходят сейчас. На канале там много подписчиков есть, без логотипов. Чтобы вот действительно это пробивали. Время не на логотип постраивали, да, вот 100 книг разместили там про Байкал и так далее. Их распространили в невероятном количестве. Ну, на самом деле, время на логотип не сильно много уходит, мне кажется. Просто логотип это интересно же, пока говорят, с цветами, там, вот, как он символизирует по фэн-шу и так далее. Дали задание дизайнерам, они сделали, больше ты не паришься в течение нескольких лиц с этим логотипом. Это уже не та вещь, потому что он что вам дает-то? Бридирам, доживаю, дает узнаваемость. У меня конкуренты, да, начали уже под нас постраивать. Качество хорошее, а у них качество похуже. Но примерно так тоже, как их вы делали, чтобы отложить, и все, и продают. Так, вы стали, маленький, типа, значёчек ставить Гагарина, земля-земля и окейдов, ну, его позывной. Такой уголостей. И теперь уже народ знает, что то качество это будет другое, не наш. А это наше, а это наше удовольствие. Дозвонить надо лучше вашим клиентам почаще. Будет лучше покупать. Без логотипа вы обошлись. Вот вы сосредотачиваетесь на том, на что вот крупные компании сосредотачивают. Для них логотип очень важен. Логотип для Мерседеса это просто всё. В том-то и дело, что для нас это не всё. Мы заказывали разработку, допустим, сайта. Один из, как бы, составляющих была разработка логотипов. Я заплатил за это, там, 30-50 тысяч. Я больше не волнуюсь по этому поводу. Прошло 7 лет уже. Ну, это мулька. Зато теперь у меня везде есть. На корпоративной одежде, на сайте, на подарках и так далее и тому подобное. Ну, сделали этот логотип. Он, понимаете, вот на деньги он не влияет. Абсолютно согласен. Вот и всё. А мы на деньги должны что влиять? Он там влияет на 0,0. Вот и всё. Ну, сейчас нет понятия лояльности. Вот такая компания, как United или как там Airlines или какая-то другая. Ну, как это Airlines. Да, вот у нее ввели эту золотую милю. Её нет уже. Как только дискаунтеры появились в штатах. Дискаунтер, авиаперевозчики. Ну, где стоит лететь на самолёте? В прямом смысле слова. Там банк крутилась. Ну, стой летишь. Вот стой, стоишь и летишь, и всё. Сто дешево. Ну, сто дешево. Через Ла-Манш оказывается пролететь быстрее, дешевле, чем проехать. Из Франции в Англию. Вон, часто. Ну, как вот стало, всё. Ну, как зашёл, вот в эту, билет отдал, там пробил, всё, сошёл в эту. И всё, и полетел, ручка там, держишься за поручью. Ну, взлетели, всё, сели. Вот и всё. Молодец. Трамвай-то полетает. Ну, летающий трамвай, всё, а что такого-то? Не на центральном аэропорте Лондоне приземлились, а в пригороде, где-то там всё. Ну, это уже утрировано всё, нет таких авиакомпаний. Там просто шаг сидений гораздо меньше, по багажу ограничения, по питанию и так далее. Кто-то там с тупицы летает. Ну, прошу меня всё это зрело. Ну, есть же у нас лофты, правильно? Лофты есть, да. Ну, вот такие лофт, лофто-самолёты, всё. Набили, как селёдку в бочку, и всё. Проблемы-то какие? А те, кто в бизнесе летает, для них же важно. Это логотип. Это, да, комбинации. Ну, и когда далеко летишь? Ой, я вас умоляю, убийцы, когда ты летишь 6 часов в бизнесе и в экономе с таким шагом сидений, ты начинаешь уже сравнивать потом. И думаешь, я лучше заплачу ещё там лишнее 12-17 тысяч, чтобы лететь в комфорте, если у тебя позволяют средства. Не надо себя обманывать, за комфорт надо платить. Я согласен, я согласен. Тут я не спорю с вами. Ну, да, если стоит стоять, или... Или спать, да, в кресле. Разница есть, конечно. Так, ну, партнёрки. Партнёрки, да. Ну, вот обычные конверты, меня вы критиковали за обычные конверты, но это дёшево, 2 тысячи, что там отдать, смешно. Да? Позвонили там, встретились, особенно если там знаете. Друг друга. Познакомились с дедом. Проблемы нет. Ну, партнёрские продажи, всякие листовки, там, и так далее, в чеке добивать. Что такое товар-локомотив? Вот, когда человек покупает, он или приходит к вам зачем-то. Это действительно должна быть эта вещь. Ну, вот впечатление, как будто он вас наколол. Должно быть. Ну, та же шуба, да, шуба в среднем стоит 100 тысяч, у вас продаётся, например, за 35, но она должна быть такая шуба. Она, конечно, есть меха зайца там, но она должна быть такая. Или норковая шуба, там, потрёпанная, бэушная, например. Она продаётся. Вы же не писали, что бэушная. Есть бэушная шуба, норковая, 35 тысяч, пожалуйста, вычешу, вычешу, мы там, и так далее. Хотите такую? Вот. Ну, как в этом? В парикмахерсках на Беглионе. Стрижка за 100 рублей, правильно? Вы приходите туда, вас говорят, ну, хотите вот, подстригём, это просто машинка, да, и всё. А есть там нормальная стрижка, тысячу, вам какую? Ну, как бы халявщики, уходят сразу, нормально остаётся. Есть от питания масла, да, а вот есть нормальная. Не запечатанная. Но вам какую? Да, вам какую? Да, вам какую завернут. Да, действительно, вот и есть товар-локомотив. Понял. Ну, на что-то должен народ вестись, правильно, идти куда? Ну, первый шаг. Ну, опции, как в авто, пожалуйста, там опция такая, такая, такая-то. Ну, вот, смотрите, Procter & Gamble, там, подгузники, там, этих видов подгузников просто невероятное количество. Да, это же. Да, то же самое функция, вот, я не знаю, зачем. Ну, сначала покрываешься, пока не разбираешься, что это одно и то же, потом гуляешь, и бьёшь один вид только, и всё. Ну, там запахом без запаха, там, то-то, то-то. Ну, или шампунь, там, от перхоти, или, там, для перхоти, отходом, что же. Просто, там, 12 видов, такие, бахали, 20 стоит, одна и та же функция, перхоти не будет. Что там другое-то? Каждый раз считаю. Нью, постоянно. А, да, почитаешь одно и то же, я даже на этикетке. А, даже на этикетке, да, тоже. Да, за усилы, я уже учила сразу. Что же оно такое сверхъестественное? Это опции. Просто опции. Так, сопутка. Не в каждом бизнесе идёт, да. На детях идеально идёт сопутка. То есть, ребёнку вы не откажете, да. Ну, у нас сейчас в УЗИ убрали кофе-машины, кофе-автоматы, но это сопутка считается. Процесс обучения. Не знаю, вот, поликлиник убрали, там прыгуны, всякие там соки. Есть ещё. Тоже сопутка. А? Бахивы убрали. Бахивы убрали. Но, как бы, это тоже сопутка. Почему кофе убрали у вас? Можно вопрос. В Министерство образования пришли идиоты с этого, с фазанки. Просто капец. А, что пожарная безопасность, я не могу сказать. А, кофе обожжётесь, да, и загоритесь. Нет, нормально. Работа, не напоминясь. Ну, это просто повод. Просто создали отдел, город Дураков, уже Москва, который занимается только установкой кофе-машин в УЗИ, специально там подразделения. Но надо сократить его, это подразделение. Потому что много же чиновников. А кого сократить? А эти, которые занимаются кофе-машиной? Вот эти дураков, да, сократили. Ну, если эти сократили, значит, кофе-машину тоже сократили. То есть, ну, банальное решение произошло. Да ладно, я понял, я понял. Ну, ничего. Ну, никакой логики. Ну, это странно дураков. Вот, Москва. Там ничего не сделаешь. Без базы клиентов вообще что-то сделать в маркетинге, ну, вот очень мало может. Вот что-то с базы клиентов можно уже начать делать. Если базы нет, ну, как тут что сделать? Вот приходишь в какую-нибудь компанию, говоришь, есть база? Говорит, есть. Давай-ка вытащим, кто нас покупал там в течение полугода. Вытаскиваем. Десять писем пишем каждому. Объем продаж прыг. Ничего сверхъестественного не сделал. Ничего вообще. Просто поработал с базой данной. Десять писем написал им электронных. Все. С продажей попер. Это элементарно. Даже без закрытых распродаж. Без всего. Ну, просто. Все готово. Просто работаем с базой. Ничего нового не сделал. Ну, по рекомендациям, как у Кирби, можно тоже собирать. Не знаю, будут давать, не будут. Тут каких у вас отношений будет. Особенно по услугам. Ну, например, школа иностранных языков. Правильно? Вы детей там, третий классик, начинаете учить. Мамочка приходит, вы их спрашиваете. Есть у вас там знакомые, да, которые могли бы вы рекомендовать. Я хорошо учусь? Ну, то есть, сначала спросили там, как там ребенок двигается в этом вопросе. Да, рекомендуйте. Вот, прошу, отдайте и так далее. Ну, как правило, если хорошее отношение, человек отдаст. Ну, мы-то своего ребенка тоже по рекомендации отдаем. То есть, кто-то порекомендовал. Раз, приказ, а вы куда? Ну, вот там, а там хорошо-хорошо. Ну, и все, пошло дело. То есть, раскрутились. Никакую рекламу в данном случае не надо. Просто попросить порекомендовать. Ну, я уже рассказывал, 12 открыто в год каждому клиенту. Вот у вас на Байкале много было народу? Да. Есть физические адреса их? Конечно. Открытки посылали? Да, у нас же, как правило, это разово все. Второй раз человек редко кто поедет. Все, менее 5% составляет у нас. Ну, открытки, да, у меня нет. Вы физически отсылаете на открытки? 8 рублей, 109 часа. Не, не отсылали, не пробовали. А? Не пробовали. А есть тематические открытки про Байкал? Круто, чтобы было там, что-то треялось. Мы выручаем, как правило, куда они у нас тут находятся. Почему надо отсылать? Физически отсылать. Ваши, а понимаете, у вас... у вас есть контакт клиента. Паспортные данные же есть, ксерокопия? Есть? Ну, как правило, ксерокопирует паспорт. Турфирма. Есть все данные полностью. Ну, все данные. Есть за день рождения? Есть. До Москвы идет сколько открытка? Две недели. То есть заранее можно послать? Поздравляем вас, днем вас в день. Такая-то турфирма, да? С видом на Байкал. Приглашаем вас еще. Можно, но не нужно. Это не в моем случае, однозначно. Я не поеду второй раз уже на Байкал. Тем более на Байкал. Я так скажу, тем более на Байкал. Во-первых, стоимость авиаперелета и цена-качество. И очень много моментов человек уже не поедет. Он поедет на Алтай, на Камчатку, куда-то еще. Но зачем ему сюда второй раз? Менее 5% возврат у нас. Не для вас же, не для тех, кто поедет-то. Смысл? Так сарафанка? Конечно. Смысл-то не для этого. Смысл не для того, чтобы они поехали. Тогда будешь магнитик на холодильник, он хоть заметно будет. Открытку куда он поставит? Вот магнитиков у него много. Смысл-то в чем? Чтобы вы выделились этой открыткой. Выделились. Ладно, мы выделились. Дальше вот с этой открыткой что будет делать? А дальше в открытке что должно быть? Указано. Что должно быть в открытке? Дальше. Вот открытку он получил. Дальше что в открытке должно быть? Приведи друга, что ли? Нет, ему должно быть какой-то ценный контент, что вот такой-то новый фильм про Байкал, да? То-то-то по тем местам, в которые вы ходили, и так далее, и так далее. Можно же, можно, чтобы человек опять посмотрел это, правильно? А там уже в фильме следующее действие, и так далее, и так далее. Ну вот я же вам приводил пример. Человек покупает былочную автомашину, правильно? Это понятно, да. Какая вероятность, что он купит еще в течение 5 лет еще у вас былочную машину? Никакой. Нулевая вероятность, нулевая. Правильно? Ну, масса накапливается, критическая масса, правильно? Он рассказывает об этом людям, что вот там-то машину эту купил, вот такого-то человека. Он мне задолбал этими открытками. Я серьезно, потому что каждый год поздравляю с днем рождения, все банки и так далее, вообще так напрягаю. Не, а почему 12 именно открыток, у него же день рождения, один раз в год? Да он находит любой повод, чтобы послать человеку один раз в месяц открытку. Вот, понимаете, он формирует для себя апостолов. Вот есть такие апостолы, да? Ну, в Горелике есть апостолы, которые вот... Христа, вот Христос, 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 там, да, и так далее. Послание Бога, правильно? Бог в его обличии был на земле. Вот они такие апостолы, говорят, вот есть такой чувак, да, вот мы у него покупали автомобиль, он нас долбит этими открытками, да, почему-то поздравляет, поздравляет. Мы его не просили об этом, да, а он что-то поздравляет нас... Мы его не поздравляем, да? А мы его не поздравляем, а он нас поздравляет. И как-то вот... Вот как-то он больше всего в Штатах продает автомобили бушных. Один. Про него все помнят. И почему-то о нем все помнят. Вот что в Москве такие люди, прямо вот, ну, готовы глотку другую руку порвать, ни с кем не общаются, и вот никак. Надо, чтобы эти люди сказали, что мы были на Байкале, нам понравилось. Вот это главная цель. Да, да, вот они вот расскажут, понимаете, я вот тоже поехал там на Роте, почему? Потому что там кто-то нам сказал, что вот там вот то-то, то-то, там лучшее место для ребенка. Мы туда поперлись. Нам понравилось. Вы сами стали с ним говорить. Да, я тоже стал, что, еще кто-то с вами поехал. Теперь вы обязательно сказали, что вам понравилось. А если бы нам они бы открытку приглашали, да, а еще бы там скидку какую-то сделали, правильно? А можно эту скидку отдать кому-то другому? Ну, там в разном вариации, можно гигантское количество. Ну, что вот, мозг, бетон это самое плохое в маркетинге. Ну, вариация массаж? Масс. Масс. Вот человеку понравилось на этом Байкале, есть такие люди? Конечно, 90%. Вы говорите, что там вот соотношение цена-качество. Вы противоречите сейчас себе. 90%? Вот из этих 90%... Им понравилась природа, а не качество обслуживания, инфраструктура и так далее. Вот я и говорю. Им когда они уезжают, они говорят, ребята, у вас тут все супер, но второй раз мы к вам не поедем. 90% так говорят. Особенно те, кто с запада. Они на эти деньги два раза в Турцию слетают. Ничего, ничего. Поживут, поживут и снова. Да, никто не поживет. Поехали на Камчатку, на Алтай, куда-то еще. Зачем мне второй раз на поедем? Но я сам второй раз не поеду. Нам надо, естественно, мы второй раз на Камчатку не поедем. Но нам надо те люди, чтобы нам порекомендовали. Порекомендовали. Ну, это понятно, но способ рекомендации через открытку, мне кажется, он менее эффективный. Либо развивать инфраструктуру на Байкале тоже. До этого вопроса, когда инфраструктура, это капитальное положение, там, знаете, момент такой хитрый. Ну, для себя тоже как бы. Ну, вот человек, понимаете, не стал магнитики на машину правильно вешать, а стал открытку посылать. Потому что частота 3-3-3 дырка будет, вы же сами ответили. Ну, вот я спрошу у вас, кстати, как-то про это. Так может быть, все-таки такую агрессивную рекламу дать в тех же пабликах где-то? Ну, она будет дороже, ну, может быть, она будет эффективнее? Нет. И на я попробую. Нет, нет, нет. Вот смотрите, есть паблики, да? Вот чем отличается интернет от физики? Правильно? Физика. Вот человек сидит, вот как бы он из почтового ящика забрал открытку. Это не спам, купи там, это льдорадо. И то это каталоги считаются не спам. Ну, это не флайер какой-то, это открытка ему лично пришла. Он... А если вы письмо ему напишите, да? Что вот, пожалуйста, порекомендуйте нам и так далее. Мы сделаем все еще лучше. Сделаем. Ну, искренне порекомендуйте нас. Ну, почему? Ну, люди же, вот вы же сами говорите, отвечаете там, если вам кто-то пишет там в личку, правильно? Я так же отвечаю. Проблем-то нет. Вот я, Мария, вот когда заселяешься, внутри моря лежит открытка, подписанная от руки. Дорогой наш такой, это Иванович. И написано, мы вас приветствуем, от руки ручкой. Он ее не кидает в мусор, не в субу. Не кидает, правда? Нет. Ну, надо же. Нет. Никто в мусор и неравный зашел эту открытку, они в субу увозят. Лично мне, Петр Владыч, там, если на английском, на английском. Там, наверное, Петр Петер пишет. Сидят девочки и пишут на ресепшене, все. Дорогой, Джон. На том, если он говорит, он говорит, мне очень мешает. А на открытке Байкал на рисунке? Нет, это мариотовская открытка. А, мариотовская, да. Даже мариотовская, понимаете? Дорогой, если ты еще раз ноги не утрешь, то не зайдешь. Это на другой открытке. Ну, это не вручную, это просто... Ну, это... Вот, ну, оффлайн, ну, оффлайн это более живое, правильно? Да, может быть. Какой-то драйв, движуху вы создали в этой жизни этому человеку. Вы открытку ему прислали. Нет, один человек приехал туда второй раз. И ему написали, а, он забыл куртку в предыдущий раз. Положили куртку на диван и сверху открытку. Дорогой, Джон, я ждал тебе степен, что ты меня так скучал. Он, конечно, и куртку, и открытку вез. Сохранили, полгода хранили куртку. Впечатление человеку создаете, вот и все. На все, не по очереди. Просто впечатление. Эмоции. Эмоции, эмоции, надо эмоции. Больше нам ничего в жизни это не надо. Хлеба нам хватает, невозможно. Всем худеть надо. Мне особенно, в 40-летнем возрасте, худеть надо. Ну, просто для здоровья полезно. Это кедровое масло. Да, 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 согласен. Так, IP, IP-шку. Сервис задарма, самый дешевый. Рекомендую. Ну, так звучит задарма, и все. Так и набирается задарма. IP-телефония эти, бесплатный, прямой московский номер. Ну, вам надо под кедровым маслом, кедровый московский номер. 495-код надо? Ну, берите. Ну, там, копеек дешево стоит. Дешевле все задарма. IP-звонок в Москву надо? Ну, чтобы копейки стоил, прямой московский номер. Не забываем от чувства вины, прямой московский номер. Ну, ладно. Так, для чего нам CRM? Любая CRM. Эксос обычно, да, в офисе, да, встроен. Эксель там, если не хотите эксос изучать. Шугер CRM, да, чтобы следующие шаги. Больше никакого значения в CRM нет. Это просто прописаны следующие шаги, что вы делаете дальше с клиентом. То есть он попал в вашу систему, не в воронку, а в систему. И все, следующий шаг какой? Ты, 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 ты. То есть на автомате. Больше ничего не надо. Вот открытки, если открытки не в CRM не встроены, то есть человеку понравилось. Вы посмотрели ему в глаза, правильно? Он соответствующего возраста. У него соответствующий круг общения. Ну, как-то это можно определить, да? Вот с этим человеком стоит работать. Ему пять открыток надо послать. А этому ни одной послать. Ну, все время там метко ставится. То-то, то-то. Ну, каждый индивидуальный ставится. Ну, смысл, вот смотрите, прямого маркетинга. Привлекаем людей автоматически, работаем с ними вручную. То есть индивидуально. Всегда так. Автоматом привлекаем, работаем вручную. Не роботами. Ну, продающее видео, думаю, у всех есть фотики там и так далее. Нормальное разрешение для YouTube хватит за глаза. Просто за глаза хватит. То есть не надо никаких профессиональных камер. Вот, обычная мыльница, камера стоит. Пожалуйста. Даже ее не надо сейчас. Все это фотоаппараты. Ну, тут зато много чего другого надо. Креативность, идеи, свет и монтаж. Там куча всего по-настоящему. Виртуал, да. В помощь. Бесплатная программа. Человек, который никогда не занимался видеопроизводством, он не снимет продающее видео. Вирусное, тем более. Не ставим цель на вирусное видео. Не ставим. Это удел профессионалов. Нам вот просто, чтобы было на 3 с плюсом. Хотя бы на 3. Просто вот некоторые берут фотки про дайкал классные и делают, типа, фотоколлаж. Старый век. Ну, старый век, ну, хоть что-то есть. Просто какая-то выгонка. Соединили, наложили какой-то фон. Ну, это засняли. Просто тоже на фотоаппарат. Ну, видео. И где-то около 30 тысяч просмотров есть. Ну, в фотоаппарате 30 тысяч просмотров нехил. Это как вы ее производите? Да. Люди интересуются, да? Да. Ну, как вирус. Вы никак не давали рекламу? Вообще. Сколько лет прошло? Ну, год, два. За два года 30 тысяч просмотров. Неплохо. А все? На такой ерунде, понимаете, как производство... Я никогда не наберу производство кедрового масла. А люди почему-то набирают. Заголовок видят, идут и смотрят. Да? Вот написали, как производство, закрывают масло. И все, и народ насмотрит. На обычную мыльницу. Что не надо больше? Ну, не надо нам на идеал-то. Спилберга нам не надо тут этого. Аватар там и так далее. Мопальную кустарку тоже уже тренды диктуют, что все-таки народ хочет качественно видеть и смотреть. Вот просто лампочки помощнее, правильно? И показали. Все. Люди хотят не аватар посмотреть, про кедровое масло в 3D, правильно? Спилберга. А хотят понять, как оно делается. Про кедровое масло здесь вы абсолютно оправдали. Но взять тему Байкала, если там снимать на сотовый телефон или на такую камеру, там ничего хорошего не получится. Я лучше заплачу 100 тысяч за нормальный, как бы, 5-7-минутный ролик. У меня будет он качественного. 50 минут, смотри. Вон есть Степанцов, отснято. Гигантское количество. 20-ку кидает и все готово. Согласен. Ничего делать не надо. Ничего. Он сразу вам прибежит и говорит, вот все видео. Смонтируйте еще. Да, вот вообще все видео отдам, патриот мне давай. Все, больше ничего не надо. Все, все отдаст. И камеру еще подать. И на видеооператор просто не... Ну вот как анекдот, да? На перекрестке. Человек упал, плохо стало. Вокруг толка столпилась. Кричат, врача, врача. Все. Я фотограф, я фотограф. Правильно? Так. Ну элементарно, да? То есть не должен быть один у вас поставщик. То есть не один Михаил Степанцов должен видео вам давать, а много людей. Там 1,20. Можно за 3 тысячи. То же самое вам сделать. Не хуже качество будет. И восприсчинение от вашего фильма не хуже будет. То, что гигантское количество вот этих видеомонтажников. Ну и которые с любительской точки зрения еще лучше, чем профессионалы делают. Я встречал таких. Так. За счет производства вы уже сами пример привели. Да? То есть масса примеров. Тащим из Китая. Можно себестоимость правила в 2 раза снизить. Ничего не изобретать. Просто комплектующие. Напрямую и так далее. В Киргизию отправить груз сколько стоит? В Суркутске. 200 килограмм. 3 тысячи. Что же стоит? В Киргизию отправить груз 200 килограмм стоит 3 тысячи рублей. Договарившись с Киргизами, назад фуры пустые идут. Не перепутались с Киргизией? Да нет, в Киргизию именно. Отправил недавно в Киргизию 3 тысячи. 200 килограмм. 3 тысячи. Гарантии, наверное, уже нет. Так все, всех знаю. Без проблем. Легко. Просто договорился. Он говорит, у нас, а что лес, говорю, не везете? А там, говорит, выхлоп получается 1000-2000 с кубок. Еще всем отдай доски, правильно, там, высуши их, тогда привезешь. Ну и доска у нас 16-17 тысяч, говорит. Ну и там, за доставку, за это, машину, да и проблему. Не надо. Говорит, вывезешь, вывезу. Ну, пиццерия или пиццерия, это самая сладкая часть в бизнесе. Бизнес молодости, есть тренинг, да, про франшизу. Там вот парни молодые раскручиваются. Ну, действительно, там раскрутка просто вертикальная идет. Вертикальная. Вот тоже бренд. Да не бренд там. Там это вот как бы бренд, это облекается. То есть люди хотят верить в бренд. Вот они хотят, мы им это даем. А мы-то должны понимать, что это такое. Ну, в реальности. Ну, франшиза, это что? Я вижу ту же самую, вывез к самому, и ту же самую. Нет, нет, это просто рабочие модели. Без разницы, как, что называется. Главное, узнавали, что ли? Нет. Главное, чтобы там прибыль. Ну, кто-то все знает, да? Да какая разница, знает, не знает. Просто работает эта модель. KFC не потому, что они KFC называются. Покупают франшизу. Потому что там четко будут деньги. Там место тебе определяют. То есть за тебя решают, чтобы у тебя была прибыль. То есть ты платишь деньги, они ответственны за твою прибыль. Представляете, ты с себя снимаешь ответственность за деньги. Потому что тебе сказали, вот точка будет только так, где же только должна быть проходимость. Если нет, да, ты не имеешь права у нас покупать франшизу. Так а зачем люди зайдут туда? Потому что они знают, что это прям, потому что его спортили. Да, ладно, настолько агрессивно, настолько. Ну, это уже KFC модель. Там они уже, там, ну, другое завязано. Там другой бизнес, крупный. Там деньги получают не через продажи. Там через акции получают деньги. Ну, крупный бизнес не получает деньги от прибыли. Я же вам пример привел. Amazon.com, убыточная компания, убыточная. Я понимаю, что акции растут. Но франшиза, франшизе будет покупать только, потому что это узнаваемая вывезда? Нет, потому что это деньги дают. Вот масса сейчас франшиз, они никак не узнаваемы, но пишут, что вот такая-то расклад, вот такой-то, мы гарантируем вам такую-то прибыль. Все, люди покупают. А люди покупают, потому что тоже знакомое что-то? Нет, оно впервые, вот в Иркутске такого нет. В Москве куча таких бизнесов. Вам показывают, что вот так-то пойдет. Вы покупаете так-то, то-то, вот такие-то условия, рассказывают все, естественно, все это правдиво. Всякие там минусы показывают, почему где-то не открылось и так далее. Люди покупают, работают. Модный квартал весь забит, франшизм. Что там, вы все бренды знаете, ну и все. А то все про бренды, а про бренд, про дрянь вы рассказываете. Так, ну вот про баннеры я уже говорил, да, выкинуть их сразу надо. 50-50 раз, вот. Сразу, сразу. Всякие там, мы великие, тоже закрыли, правильно? Если выгоды, вот мы с вами эгоистичны, правильно? Для себя, вот для человека. В рекламе вообще не должно слово «я» присутствовать. Никогда. А логотип – это я. Ну, чтобы про клиента напишите, у него проблемы. Снимаем, я теперь только с днем рождения, поздравляю. Ну, это я. Вот, понимаете, вы вот логотип, вот давайте открытку пошли. Видите, кедровое масло – самое крутое в мире. Правильно? Кому это надо? А вы, открытку, другое, поздравляем вас, как у вас здоровье, да? Можете написать мне, правильно? По такому-то адресу. Хотите, позвоните и так далее. Пообщаемся. Ваш там покорный слуга и так далее. Приятный человек какой-то. О нем же. А не про кедровое масло. А не болеете ли вы, да? Да. Как здоровье, там, и то, и все. Ну, обычный житейский ровоз. Вам с приветом обращается такой-то. Главное, что это ритуальная служба, да? Реклама. Стоянный клиент или звание визонтов. Ну, у нас не принято, да, в традициях. А на Западе-то, как бы, место можно купить, там, половче, вот, типа такого, да, там, ветеранов вывозили. Ну, некоторые, там, доходят до самозброса, вот там, экскурсия для ветеранов войны на кладбище. Ну, наверное, в Васильевске есть музеи ритуальных услуг, тоже будет. Не знаю, это хорошо или нет. Я отказывался от дипломов, касающихся, там, крематория. Говорю, нет, я не буду, девушка, заниматься дипломом, там, как хорошо крематория в Иркутске, да, какую выгоду. Я сказал, нет, я не буду эту тему заниматься. Ну, принципиально. Ритуальные услуги принципиально, вот. Никакого маркетинга не хочу. Так. Ну, вот, смотрите, полный депутат. Есть такие сотрудники? Ну, полный АГ не скажешь же, а полный депутат нормально звучит. Есть такие? Сидеть, рассуждают, рассуждают, и все, да, и все. Они вот не просто, они портят ауру вашу, не только воздух, своим словесным поносом. Есть такие? А вот в салоне, в артсалоне есть такие сотрудники, но они их не увольняют и не умирают при этом? Ну, вот они отравляют окружающую среду, вот и все. Вот вы хотите вариться? Варитесь, да, и клиентов варите. Вот они это и делают, и нормально ждут. Нормально, ничего не скажут, ничего не скажут. Появится другой салон, да, без этих, да, и все клиенты перейдут туда. Ну, такого по уровню, да, и он не суракает. Ну, это просто вопрос времени. Значит, это не полный депутат просто, а нормально, ничего не думает. Нет, нет, не действительно отравляют. Есть такие? Ну, есть такие люди. Нет, нет. Где-то они нормально работают. Вот где-то в подсобных помещениях, супер, только не с клиентами. Вот уходите из общения, а в подсобку их раз, и все. Идеально будет? Идеально. Ну, по тему закрытой распродажи я вам рассказывал. Обычная схема. Покупаем где-нибудь итальянские костюмы, сшитые итальянскими китайцами. За 3000 рублей везем их сюда, ставим ценник 25, человек из ЦИКа Единой России приходит, покупает. А его шофер говорит, что-то дорого за 25 обычных итальянских костюмов. Потом делаете распродажу закрытую, приглашаете его купить за 7 тысяч. Он бежит и покупает, потому что его придурок, начальник из ЦИКа Единой России, купил за 25, а ему всего за 7 досталось. По какой цене вы хотели продавать изначально? 6. За 7 абсолютно верно. Это просто было а-ля закрытой распродажи. Виртуальная тема. Ну, просто вот схема такая, чтобы человек прошел по ним. Ну, соковыжималки я рассказывал, да, со сцены хорошо продаются, по-другому вообще не продаются никак. Просто засланные казачки должны бежать вот сюда и давать деньги за эту соковыжималку. И стадный эффект в тысячи лембингов не может быть неправым. Я тоже побегу. Ну, как очередь, помните, советское время, то же самое. Это чисто битубийская тема. Двигает ее Радмила Лукач. Вы должны знать больше о бизнесе своих клиентов, чем они сами. То есть, это полезные материалы по их отраслям. Не по своей отрасли, а по их. Я вот встретил, может, вам полезно будет. Хорошо, все рекомендуют, западники, маркетологи, именно эту тему. Хорошо работают. То есть, собирайте подборку материалов, говорите, вот вам полезно будет. Ну, люди благодарны будут за это. Ну, как у Сбера, да, они сейчас всех пилят. Да, там, до миллиона, с миллиона до десяти. И свыше десяти миллионов остатки на счетах. Всех пилят, да, по обслуживанию. Ну, там, естественно, приверенции разные и так далее, и так далее. Это, ну, у всех, наверное, банк. Ну, у Сбера сейчас активно это плагандируется. Было-стало. Все газетки там про кедровое масло, в частности, везде было-стало. Было-плохо, стало-хорошо, правильно? Кому-то должно помочь. Все по английскому языку, все то же самое, все по туризму, то же самое. Все ездили, всех было плохо, да, а тут съездили и так далее. Ну, это обычный отзыв. Золушки там, и так далее. Ну, хорошо работает. Особенно показывается, если процесс, хотя бы вкратце показывается, великолепно. Ну, это очень страшно, да, пойти и с более высоким средним чеком продать, если человек уже науки продаж потерял. Ну, генеральный должен звонить сам ВИП клиенту, сам, и вот сам общаться. Ну, это такое правило. Не знаю. Ну, от вас есть оптовый покупатель по кедровому маслу? А они почти все оптовые. Все оптовые? Вы лично с ним созвонитесь? Конечно. А, они созвонятся, а я встречаюсь. Встречаюсь? Ну, вот, вот, видите, да, то есть там уже контракты, может, по-другому. Помогайте им продавать это оптовое, это масло в розницу. Автовикам своим. Ну, трейд-маркетинг, так называемый. Ну, просегментировать базу, это понятно, да, просто можете по наитию просегментировать. Там не обязательно какие-то там четкие, как по учебнику, там признаки, демографические, там, географические, поведенческие, это ваше дело. Вот это главная цепочка касаний по отдельным сегментам. Вот, смотрите, випов же нельзя долбить, правильно? Как обычно. То есть с ними надо по-другому общаться. Там по-другому надо. Там не как у всех. Эти люди продвинутые, они понимают, что вы от них хотите и так далее. Там маленько надо, похитрее делать. То есть продажи дорогим клиентам, оно все по-другому. То есть, понимаете, человека нет вопроса в деньгах. Вообще нет вопроса. Вот, смотрите, зачем делают закрытую распродажу? Киана Ривз приходит, или там Мадонна, закрывают же полностью бутик. То есть она просто пальцем показывает, она не смотрит на цену вообще. Потому что она понимает, что вот там, вот, ну, тысяча долларов или две тысячи стоит ни о чем. Просто это и понравилось, да, в этом им будет комфортно на сцене, а в этом не комфортно. Вот и все. То есть там вопрос, как бы, ни о копейках не идет. Вот то же самое с випами. Ну, випам понятно, какие цепочки касаний должны быть? Ну, вот человек приехал, вот, Герман Греф, приехал на Байкал отдыхать. Вип. Вип заполучили его как клиент. Представьте, какую сумму он оставит. Ценой каких-то касаний. Вот что ему нужно от Байкала? Чароитому нужно послать какой-нибудь такой, правильно? Уже эксклюзив какой-то. Шамана там прилет. Только не открыт. Ну, уровень совсем другой. Путину же не дарят открыть. Ну, выкладка для импульса. Это понятно, да? Тут классика все. План продаж у Игоря Мана, да? Обычный листочек. Повесили его знаете где? В лифте. План продаж. Человек пока едет, он спрашивает, а что это у вас в лифте такое написано? Цифры там 8, 7 и так далее. А кто говорит, у нас план продаж повешен. То есть, план продаж не где-то, а вот он прямо на видное место вывешивается. Это как повод заговорить с клиентами. Они продавали один мини-лап в месяц, когда план продаж они 8 продали. Ну, просто в игровой форме такой был. Драйвовый такой план продаж. Так, ну, классика, да? Для девушек Таиланд, для парней, в месяц катаемся на X6, на Мазерати, в Амбарджини. Ну, такая вот. Даже если человек не будет кататься, он что будет делать? Месяц на Тимбайкан. Сидеть будет так. Ну, вот, один-то выиграл в месяц Мазерати, правильно? А ему друг говорит, у тебя же прав нет. Говорит, я сидеть там буду. Нет, машина моя. Вот и все. Даже не выезжал, просто сидел. Я буду после работы там сидеть, и утром буду опять сидеть. Все, никто не будет ругать. Ну, для девушек Таиланд, конечно, там все, башни сносит, правильно? Ну, что-то такое, Самуи и тому подобное. Есть же такое? Так. Так, модный квартал, позавчера 63 тысячи, самый большой чек был у девушки. Два билета на Аниту Цой дали. Приятно? А? Ну, как пиар, момент классный получился. Разыграли, по его самый большой чек, одним чеком, у одной 63 тысячи. Ей два билета на Аниту Цой. Правильно? Как массовый эффект получился в Институте? Ну, если она ее поклонится, вот правильная девушка, да. Мне, допустим, параллельно бы абсолютно было. Да какая разница, это же эффект просто. Представьте, чек дают, два билета дают. Да, 63 тысячи. Одним чеком у нее будет. У моих знакомых ни одного поклонника. Ни один одного. Два часа потратили. Нет, для этого мы делаем. Это мы делаем просто соревнование. Не про Ниту Цой сейчас речь идет. То есть кто-то другой, тот у Сарьев. Да какая разница кто? Бурятский балет. Так. Ну, входная группа понятна, да? Для некоторых имеет это место значение. Особенно вот для розницы. Евросеть классический пример. Шваркин сделал круто. Круче, чем все. У вас вот кедровое масло как фотографируется? На мыльницу или как надо? Плохо. Просто фотку классно надо сделать. Надо, надо, надо. Просто фотку. Сами научитесь. Знакомого попросите, родственника. Ну, у кого нормальная пушка, да, фотографируют. Ну, просто надо свет подобрать и так далее. Сделать тысячу фоток, выбрать. Ну, это просто технический вопрос. Технический. Вот квартиру нормально сфотографировать, на сколько можно оценить. Если стоит вот 7 миллионов, за 7,5 можно продать. Представляете? Просто из-за нормальной фотографии. А за фотографию отдадут 15. Ну, десятку максимум. Просто надфото, как надо, квартиру. И он оценяет. Вот элементарно. Ну, просто не показывать глядь. Показывать лицо. Не о другом месте. Ну, офисы сотрудников. Видели? У всех топов, да? Фотография для пресс-службы. Видели? То есть, такой ракурс, такой ракурс. Все. То есть, ну, чтобы вид был соответствующим. Где-нибудь там, на новостных сайтах этого человека. Ну, специально делают. Ну, это не... Это ближе, конечно, к имиджевой теме. Ну, это элементарно. То есть, ничего сверхъестественного здесь нет. Да, офис сотрудников. Бывает классно на лендос, но фотка такая. Ну, сельпо лучше было бы выглядело. А девушка красивая. Ну, просто по сельпо сфотографировано. Можно уже красивую девушку разукрасить, если сфотографировать? Можно? Приятно будет. К ней позвонить. Красивую девушку. Как ли ты испортишь? Фотография портит ужасно. Кого угодно испортит. Вот кого угодно испортит. Вот именно фотография. Просто это вот... Ну, это талант. Искусство уже тут такое идет. А, ну, сейчас я добегу. Ага. Крутые подарки, да, это понятно, да? В регионы надо ехать. Доп-офисы. Ну, дисбаланс, понятно, да? Чтобы клиентов был. У нас было клиентов, чтобы вам кедровое масло еще больше развивать. У конкурентов покупать, а через себя продавать можно. Ну, у нас и так дешевле, чем у них. Нет, у вас был такой объем заказов, чтобы был, чтобы вы не справлялись. Вот в этом смысле. То есть вы нащупаете эту тенденцию, что вы даете больше денег на рекламу, и у вас денег больше, вы как по спирали раскручиваетесь. Вот это. Золотой унитаз, понятно, да, что такое? Есть какое-нибудь суперкедровое масло у вас? Или все одно и то же? Не все. Должен быть золотой унитаз. Должен быть такое, вот там сосна растет. Нет. Сосна растет там. А вот монах, когда спускался, увидел, да, что капелька росы упала ему на ладонь. И вот он увидел кедровое масло. Ну, легенда должна создаваться, что не всякие кедровое масло полезно. Вот только та, которая вот от этой сосны. Ну, чай, понятно, все и одинаково. А разница в цене огромная. Тут можно поспорить, конечно. Если человек не в теме китайских чаев, это звучит так. Это опять правильный цель? Ладно, я согласен. Согласен. Но там столько махетинга в этом чае. Просто невероятное количество. Невероятно. Там нет этого чая в чае. Обычные планерки, ну, тупое вот все. Тулун с огромным техниками. Человек делал утром планерки и вечером. Через два месяца стали деньги выдавать. До этого пять лет денег не было у людей. То есть люди не работали. Просто стал требовать. Сказал, вот это делайте, да, а этим будем завтра заниматься. Потом напоминает. Ну, как планерки. На работе просто планерки. Есть у вас планерки на работе? Ну, вот вы регулярно делаете планерки. Больше ничего делать не надо. Не будут работать. Сами себе работают, но я ходил. Так, ну, зона, там, курилка, там, вот, в этих научно-исследовательских институтах очень классно работает курилка в туалете. Прямо великолепно. Обязательно курилку надо делать. Все научные и технические идеи рождаются именно в смоге табачного дына. Не в кабинетах. Вот где-то пошли покурим, да, и все закурили там, и все. Вот так прет. Расслабились и весель пошла, да? Вот мы всегда, вот в турфирме, да, всегда курили. Вот пойдешь, покуришь, и это, и как бы дело идет. А вот за столом там, ты это делай, это, не идет, нет. А там как бы нормально. Просто человеческое общение начинается все. Ну, клиентская зона понятна. Раздатку именно человеческим языком. Банки грешат прямо, кошмар, что написать. Финансовым языком все понятно, а человеческим непонятно. Ну, 300 продающих заголовков. Это классика, да, то есть, заголовки должны быть у вас, да? Это самое лучшее. Дедлайны, прогрессирующие цены, и самое главное, это финалить. Финалить это что? То есть, вот пишем книгу, на второй странице остановились, а книга три страницы должна быть, надо три написать. Прямо сейчас. Вот это финалить. Это как в Лос-Анджелесе. Любого числячка обуви спрашиваешь, ну, что, как сценарий? Да вот, дописывают, вот там осталось 10 страниц, и все, и фильм снимут, и я миллионер. Любого официанта спрашиваешь. Да, вот я сейчас вот актер, это временно мне работа официантом. Я вот, сейчас вот Голливуд меня пригласит. Вот сейчас, сейчас. Не финалят люди просто. В этом вопрос. Сам грешен. На финале самое главное. Спасибо. Спасибо. Док-док-док-док-док-док-док-док.